Стоп, а куда он вообще... А, нет, вот он, да, и не подключён. Сегодня 1 марта 2012 года, семинар по институциональному подходу, 40-й по счёту, если я не сбился, и доклады. Максима Айсовского по теме анализ понятий института и институционализации в языковом и в мыследеятельностном контексте. Были написаны достаточно объёмные тезисы, которые фактически на целый доклад тянут. Так, и ещё у нас, ещё у нас имеется таблица, вот, и ещё демонстрируется презентация на слайдах. Ну вот, значит, пока в скайпе никого нет, но, может быть, они потом подключатся по ходу дела. Ну, по сути дела, я начал готовиться к докладу с того, что посмотрел, как в языках европейских отрефлексировано значение понятия институт. Вот вы видите визуализацию такую, как слово «институт» в английском и в немецком языке визуализировано выглядит. Вы видите, какими словами, значит, «симонимично», ну, это, по сути дела, вот, в английском это институт, вообще это глагольное существительное, которое связано с такими словами, как «конституировать», «фундировать», «строить», «основываться». И мы видим, что вот оно, вот, в этой части достаточно мощно опирается на все эти смыслы. И есть такие вот ответвления, как «инсталировать», «брать» и, по сути дела, «организация», «ассоциация», то есть то, что есть наверху. То есть, по сути дела, в Англии, ну, чей язык мы используем для такого управленческого общения, термин «institution» используется в значении, установленное законом или практикой с XVI века, с середины XVI века и ранее. Значит, произошло это от латинского глагола «institutionem», существительного «instитутео», размещения, обобщения, обучения, от этого такие слова, как «инструкция», «наставление», «образование». Интересно, что в начале XVI века в английском языке от глагола «institutionem» было образовано даже существительный «institutionem» значение цель проекта или объекта. То есть, если идти в этимологию, которая из латыни, то мы можем видеть, что развитие языковой рефлексии этого слова произошло от протеевогенда европейского корня «стоять», значит, дальше. Да, Володя. Сестеры. У нас как раз этот, тут только что начался доклад, значит, можно подключаться. Я сейчас презентацию вышлю, по которой докладчик нам все это рассказывает и комментирует. Латинское «ставить», «помещать», «возводить», «ставить», «выстраивать», «устраивать», «устройство организации принципов», «создавать», «основывать», «вести», «расположение», «обучение», «образование». Потом, вот, во втором веке нашей эры, мы знаем, этот термин используется как гаем, юристом римским, как собрание наставлений, «инститют» в английском «установить», «учреждение», «назначить», «фундамент», то, что создано, «institution», «действие по установлению или основанию фундированию системы управления», «правительство», «религиозного порядка» и «установленное законом или практикой». Ну и, собственно, я шел от того, что при рассмотрении этой темы необходимо отстроиться от современного такого значения слова «институт» как научно-исследовательская организация и высшее учебное заведение. Мне показалось интересным, в какой момент истории человечества этот термин вдруг стал нами употребляться в значении учреждения образования. Я стал смотреть в различных этнологических словарях. Нам кажется, что это слово употреблялось всегда, потому что мы знаем, что институт благородных девиц был образован, например, еще в дореволюционной России. Значит, и мы, когда идем в историю, мы понимаем, что в Англии в этом значении слово стало использоваться с 1828 года. И в английских этнологических словарях указывается, что это произошло после упразднения французских королевских академий. То есть, появлением значения слова «институт» как учебное заведение Европа и в том числе Россия, скорее всего, обязано Великой Французской революции в 1789 году, которая произошла. Потому что во Франции, через 4 года после революции, национальный конвент упразднил, как здесь написано, на истинных началах республиканского равенства, 5 королевских академий. Как учреждение аристократического характера позорящих науки и ученых, и объединил их в 1795 году в Национальный институт науки и искусств, который с 1806 года стал называться Институт Франции. То есть, для собрания, открытий и совершенствования искусства наук. Таким образом, революционно настроенные французы, вероятно, первыми в мире реализовали идею того, что раз для совершенствования определенной деятельности и установления порядка, а мы бы сейчас сказали, повышения эффективности, необходима институционализация, то самый простой и быстрый способ проведения институционализации – это создание специального института, организации, которое будет заниматься повышением этой эффективности. Чтобы не путаться, специально созданную для институционализации всей Франции организацию так и назвали – институт. После этого французские институты стали копироваться по всей Европе. Например, в словаре Академии Российской конца XVIII века слова «институт» еще нет вообще. Оно появляется в словаре «Даля» в 1863 году и указывается в двух значениях. Первое – воспитательное учебное или ученое заведение или учреждение. Второе – узаконение устава установления. Владимир Иванович Даль отмечает, что значение учебное заведение и учреждение заимствовано из французского. И теперь, проведя вот эту вот декомпозицию этого слова, можно установить, что в 1764 году Екатерина II на самом деле образовала не институт, а тогда это еще называлось императорское воспитательное общество благородных делиц. А в институт данное учебное заведение было переименовано позднее, под влиянием Великой Французской революции. Максим, а ты сам, так сказать, где первый кусочек будет заканчиваться? Все, этот кусок закончился. По сути дела, это экскурс в такую историю, где нам нужно было отстроиться от значения слова «институт» и показать, что, в общем-то, вот эта развилка, которую я демонстрировал на первом слайде, она произошла в начале XIX века после Великой Французской революции, когда наверху у нас институт стал такой ассоциацией, или организацией, а до этого он все-таки был связан с терминами, которые характеризовали это понятие тем, что оно фундировано, установлено и так далее. То есть институт как организация не в смысле юридическое лицо, а как организация, как процесс, установление как процесс, учреждение как процесс. А в начале XVIII века, раз необходим такой процесс, то этот процесс стал существительным, то есть стал внезапно применяться как, основным значением этого термина стала организация, в смысле юридическое лицо, ученое заведение и так далее. Это когда? В начале XVIII века после Великой Французской революции. Так а вот тут как бы возникает... После упражнения академии, как вы уточняли, именно принципиально вот это. Тут возникает такая понятийная коллизия, как бы от одного культурного значения мы отстроились, но при этом с другим склеились. То есть ты дальше институт организации будешь отграничивать как-то? Институт от организации. Значит, ну вот я сейчас попытался отграничить, сказал, что это не учебное заведение. Не очень понятно, да. И вот про благородные девицы тоже там что? Ну, еще раз попробую. Значит, в современном языке, когда мы говорим, институт, да, значит, мы употребляем все-таки это значение вот так, как высшую научно-исследовательскую организацию, высшее учебное заведение. Значит, дальше я буду показывать, что для того, чтобы сакцентировать, что институт это не учебное заведение, в современном русском языке и в словарях различных, институт употребляется с прилагательным социальным институтом. Когда мы хотим сказать, что это определенная организация деятельности или постоянно повторяющиеся и воспроизводящиеся отношения людей или устойчивая форма организации социальной жизни. То есть в ряде словарей институт употребляется в первом значении как научно-исследовательский, а во втором значении употребляется как социальный. Когда мы в качестве темы чтения используем термин институт, институты и институционализация, то нас, конечно, интересует второе. Социальный институт или некая совокупность норм, или общественное установление и порядок, узаконенный какими-либо нормами правила жизнедеятельности и поведения людей. Так вот, я, собственно, и спрашиваю, вот это понимание института мы как-то будем отграничивать организации в социологическом или управленческом смысле этого слова? Ну, вот, по сути дела, я и пытаюсь это сделать. То есть, я говорю... Вот есть там, как бы, не только учебные, так сказать, заведения, так сказать, но учебные заведения, там, некоторого вида, они, так сказать, ну, просто там по исторической традиции носят название институтов, там, а другие называются академиями, там, а третьи университетами, там, четвертые колледжами, так сказать. Ну, тут понятно, как бы, мы, вот, от этого, так сказать, значения отграничились. Вот, но дальше у нас, как бы, так сказать, помимо, там, учебных заведений, там, есть еще, там, фабрики, заводы, банки, биржи, там, так сказать, адвокатские конторы, ассоциации, вот, и так далее, так сказать, масса этих самых, масса, так сказать, организаций, церковь, вот, там, церковь даже, значит, масса организаций, которые обладают правами юридического лица, вот, вот, как бы, так сказать, мы отграничиваем, вот, от этого, так сказать, термин социальные институты, или отождествляем? Да. Значит, я бы, конечно, сказал, что, сталкиваясь с понятием институт, вот, такого рода, достаточно тяжело что-то отграничивать, потому что, с одной стороны, институт, это, вот, как здесь на слайде есть, это совокупность норм и социальных правил, с другой стороны, это определенная организация деятельности, а в-третьих, конечно, это организация, и, конечно, и банки, и биржи, и институты здравоохранения, и организации в принципе, и государства, это все институты, и я даже вот сделал такую табличку, где показал, что, когда мы говорим об институтах, мы имеем в виду... Это, это, какой номер слайда, ты просто говори, чтобы те, кто по скайпу, могли... Это доклад вы? Значит, вот, если считать, что это первый, это второй, это третий... Так, мы же, я буду говорить на Мирославе. А, давай. Табличка, где институты и институционализация. Пятнадцатый слайд. Девятнадцатый слайд? Пятнадцатый. А, пятнадцатый, пятнадцатый слайд. По сути дела, я ввожу такой, тем не менее, вперед. Алло. Ну, это самое, так сказать, ну, подсоединяйтесь, вы как-то включитесь, вы, 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 вы позвоните, так сказать, мы работаем. То есть, звука вообще нет, да? Да, ну, жаль, да, жаль, вот, ну, я вам там презентацию выслал. У Сазонова звук сгорел, так что не сможет он снять. А, можно вопрос задать, а? Сейчас мы Максима спросим, как бы ты на предыдущий вопрос уже закончил ответ, да? Я говорю о том, что вот, если мы хотим что-то отграничивать, то отграничивать достаточно тяжело, потому что, когда мы говорим институты в нашем языке, мы с одной стороны имеем в виду формы, нормы, то есть мы говорим правила института, это вот такие вот нормы, правила. Институты, мы говорим, это организации. Мы говорим, что это учреждение, мы говорим, что это государство. Мы можем институтами назвать различные структуры. Мы даже устало по понятию институт можем назвать институтом, потому что там есть вот этот корень ста, тот же самый протоиндоевропейский. Тогда все-таки это самое, все-таки мы институтом будем называть любое социальное образование, которое обладает хоть одной из этих характеристик. Или же все-таки мы институтом называем социальное образование, которое обладает всеми международными или какой-то частью. Тут точно. Вот, например, ты сам скажешь, например, вот, если вспомнить, если вспомнить доклад Дуровского на чтениях, а перед этим, значит, на нашем семинаре, так сказать, то он достаточно, достаточно четко ограничивает институт, институт и, значит, организацию, у него эти понятия вообще лежат на разных уровнях онтологической структуры деятельности. Понятно. Институт лежит на уровне сферы деятельности, а организация лежит на уровне организационно-технических систем. А дальше, так сказать, когда он выстраивает соотношение, то это соотношение, так сказать, иерархическое. Ну, поскольку, так сказать, сфера, она выше, как бы, и, так сказать, организация... Давайте не будем торопиться. Просто давайте зафиксируем, что указывает Дубровский, ну, и мы знаем достаточно много докладов по теме институтов, и зафиксируем, что такой синонимический ряд есть. То есть мы не можем из языковой рефлексии вынуть какой-то объект и сказать, ну, давайте вот теперь правила мы не будем называть институтом, потому что мы с вами работаем с институтом права. И мы не можем сказать, что, ну, раз институт – это организация, юридическое лицо, то вот давайте тогда институт права будем называть как-то по-другому. Будем называть, там, институтом, не институтом права, а просто правилами. Или, допустим, не будем называть институтом стандартов. Так, а ведь тут же это самое, тут же как бы никто и не предлагает, так сказать, от этих, ну, языковых моментов отказываться и их игнорировать, потому что, ну, они действительно как бы несут культурные значения, ну, и как бы в этом смысле вот то, что ты в своем анализе, так сказать, актуализируешь вот эти вот культурные значения и начинаешь в них разбираться, вот, я как раз с этим как бы полностью солидарен и всячески поддерживаю. Но при этом, как бы, я бы хотел предостеречь, так сказать, от того, чтобы мы, так сказать, как бы одной рукой, так сказать, эти культурные значения, так сказать, разбирали и различали, а потом, так сказать, другой рукой, так сказать, щедро, так сказать, сгребали в одну кучу, так сказать, различительно стеряли и говорили, так ну вот как бы все это ну вот все это как бы институт ведь по идее как методологический анализ он должен стремиться к тому выделить раз ты движешься от процессуального понимания института к структурному ну как ты это сказал что вот там был институт раньше там как установление или учреждения так сказать как бы ты говоришь что мы теперь значит перешли к институту как к некой структуре ну тогда 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 как бы по идее вот хорошо бы это хорошо бы восстановить какую-то структурную схему ну или хотя бы там на уровне как бы минимальных требований к составу института как бы что он должен что он должен включать а потом уже так сказать этому значит структурному составу так как-то вот прикрепить языковые значения так которые вот ты назвал какие тогда бы мы это тогда бы мы разобрались что есть что есть что как бы и я в этом смысле там не призываю например взять и принять там понимание дубровского наверно там или чего-то вот в качестве в качестве примера так сказать там вот на на твоем допустим осуждение вот если ты говоришь что к институту к институту так сказать имеют отношение так сказать там и нормы и правила там с одной стороны если я сейчас просто так отвечу мне сейчас надо будет сразу рисовать я хочу сейчас ввести еще два понятия и потом я может быть начну отвечать на ваш вопрос то есть все таки у нас тема чтения была еще институционализация и я тоже поднимаю значит здесь словарные представления значит это процесс упорядочения формализации стандартизации превращение какого-либо явления в организованное учреждение процесс формализации отношений максимум максим попал подойдет и главное это самое главное не спеши вот логический доклад он же заключается в том чтобы когда это необходимо двигаться медленно вот и разбираться вот то есть тут тоже как бы есть своя процессуальность которую не нужно нарушать значит я тогда я тогда значит ответ понял так что вы как бы это сказать но ответ по существу так будет там где-то один или два шага вот ну еще это самое сказать еще у любого был вопрос мир меня и господи да и у михао 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 вопрос поэтому давайте здесь вопросы послушаем а потом уже дальше двинемся ну либо тогда значит тебя отдаешь вас твоего я просто спрашивал про институт благородных девиц так мне было непонятно чем он стал отличаться от что он не такой как предполагалось допустим как вели в англии ну как раз вот когда екатерина вторая создала общество воспитание благородных девиц в тысячи там каком-то 700 году это было раньше чем университет должен очень московский у нас создала в но тогда все эти учреждения учебные называли словом академия университет и так далее то есть подчеркивался характер обучения а наполеон когда он столкнулся с тем что ему нужно было строить новую францию он академии упразднил сказал что это я поняла образовывать нам никому не надо нам надо поддерживать институционально созданное государство и для создания специального института чтобы поддерживать государство он создает на базе академии институт франции то есть фактически когда ему институт понадобился как фактически делали то же самое как кто ну хотя бы тот же самый наполеон переименовав да и екатерина тоже переименовал а она как бы для но показав что нам не нужны больше учреждений образования нам нужны институты в современной россии у нас говорят что нам нужны институты новые нам надо создавать институт забыли за то что у нас теперь все наоборот в академии и университеты институты переименованы ну наверно было волна значит и ну это самое простое чтобы создать институт в том понимании в котором вот мы как раз хотим чтобы нечто равновесное для воспроизводства деятельности проще всего взять и создать организацию новую но я просто привожу пример значит когда обсуждал эти тезисы что там однажды когда работал в политической партии в региональном отделении нам пришло письмо от депутата госдумы о том что сейчас идет правовая реформа письмо короткое там на одну страницу и необходимо сейчас создавать институты поддержки правовой реформы со стороны общества и я тогда учредил автономную некоммерческую организацию который так назывался институт поддержки правовой реформы то есть можно еще раз прошу про этот это ты лучше еще поясни поясни два слова так сказать про то что делал что здесь что делал наполеон что значит да институционально устроенное государство ну и может там два слова про кодекс наполеона скажи как его роль все таки люди которые на юридических факультетах научились про благородных девиц чем принципиально отличается благородных девиц и то что так допустим у нас сделано в россии да от того что сделано по сравнению с франции с англией или это тоже самое ну я просто хотел показать тенденцию что вот на рубеже начала 19 века учреждения образования стали переименовываться в институт потому что понадобились государством понадобилось на что-то опереться в том чтобы организовывать как-то пространство деятельности по-новому а до этого как они назывались академиями но тогда на них никто внимание обращал тогда их никто не считал институциональными то есть неважно как называть конечно наверное все таки не совсем так как бы это же переход от домашнего образования к организованному как бы образование все таки там вроде от домашнего организовано назвать академии но там был лицей там как бы это все-таки более серьезная тема то есть я почему вот извините что я как бы встреваю тут мне кажется это более серьезная тема чтобы разворачивать мне кажется что институты образования конечно были ну всегда там с того времени как мы можем проследить там начиная с греции но их никто не называл институты то есть в том понимаем в том значении в которые мы сейчас употребляем институты образования как инфраструктура образования они были ну академия например там греции но понимание того что это некая позиция в конструкции государства которая может обеспечивать его равновесие пришло с наполеона то есть наполеон обозначил эту позицию сказал что есть такой вот институт все понятно теперь я то констерции государства какой-то государственную структуру не просто так государственную структуру не общественной какого-то там существования а в контексте государственной структуры ну это ход на стандартизацию именно потому что домашнее образование не давал такого таких согласно так сказать она была очень ну как бы размыто и при возборе с машины так касается или он уже маршрутировал все государстве армию него идея была стандартизация со стандартизацией машинизация это как раз это сам сказать как раз следствие так сказать наполеон живот ну максим как бы если тебя я буду другая трактовка это тогда это это может быть меня поправишь наполеон же когда отстраивал государство значит французское вот значит он его действительно так как попытался построить на институциональных основах вот и он так сказать в основу в основу так сказать государство он попытался заложить определенные конструкции римского права ну вот там в частности гражданское право было систематизировано там виде кодекса наполеона так сказать где ну вот как мы сейчас не дойдем до основного чего мне хочется дойти в догматике так сказать юридической там очень четко это сказать иерархия строится вот есть система права так сказать система права подразделяется на отрасли значит чуть менее так сказать крупными значит единицами так сказать являются институты так сказать права которые так сказать ну как бы так сказать задают некую так сказать совокупность конструкций по которым строится значит социальные отношения ну ну подобно тому вот как мы разговариваем на основе конструкции грамматики а вот социальные отношения строятся на основе этих конструкций и вот это сам таки вот там гражданское право вот таким образом систематизировал так сказать но он как бы целый целый ряд других сфер тоже попытался не согласен институционально в том числе давайте продолжим ну у меня два вопроса первый как то вот я склонился бы все таки от печки вот первый вопрос вот это же английское слово да институт не этот латинский латинский наибольшие лишь бы самая близко что откуда взялось это слово самое близко к нему что конститут 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 стоять ну вот смотрите вот из стоять да вот сам близко стоять становлю ну это первый вопрос да а второй вопрос вот вот слова институты и институализации они сами по себе живут или все таки как тут генетически как-то связано потому что вот пока что это представляется все да но как-то волевым образом представляется не не генетика содержать давайте отвечу значит вот это слово институционализация она употребляется с конца 19 века лангер то есть ну естественно она в россию приходит позднее и все с чем она употребляет но означает превращать в институт то есть вот то есть вот что-то называлось иначе а мы это институтом называем и это есть смотрите просто в языковой рефлексии было поймано что некоторые вещи превращаются в институты и я вот хотел на примере как раз жизни институций гая показать как это происходило со второго века нашей эры то есть вот был такой римский юрист древнеримский юрист тит гайд значит он в свое время в 1061 году считается написал рефлекс значит институции такую книгу это только не в 1000 а в 161 году ну да в 161 году в 161 году жил он в малой азии ну считается вернее что не он сам даже эти институции написал а это были его лекции которые он читал между 130 и 180 годом он был никому не известным провинциальным юристом одиннадцатый слайд значит кто такой юрист в римской империи это в современном понимании специалист по общественному устройству философ государственный или общественный деятель знающий постановление императоров и помнящий старые обычаи языческих римских и греческих богов оратор вы помните цицерона иногда выступающий в суде и имеющий учеников значит он принадлежал к первой частной юридической школе в Собианце который который основал там римский консул в те времена я вот хотел заметить не было законов как таковых то есть не было гражданских кодексов не было писаных законов юриспруденция того времени это некое данное свыше неотрефлексированное божественное мудрость права то есть от латинского юрисправа и пруденция предвидение мудрость благоразумия а то что мы называем сейчас закон у римлян было называлось лекс и понималось как договорное отношение то есть для того чтобы принять закон римляне выдвигали своих представителей они садились за стол и договаривались впервые им это понадобилось для того чтобы описать права не граждан Рима потому что не граждане Рима воспринимались как ну так скажем совершенно чужие люди на которых законы на которых законы не распространяются ну законы в каком смысле исконно идущие из из глубины веков наши обычаи мы их всех знаем мы их отфиксировали они нам даны от наших богов и есть еще постановление императора которые в какую-то сторону корректируют эти законы эту традицию понимания законов римляне занесли к англичанам в имена императора Константина вот и собственно там она доживала до наших дней под названием общее право оно же прецедентное а там в Европе другие процессы произошли то есть оно там как мамонт в вечной мерзлоте сохранилось вот здесь на уточнение институция получается в этом слое как бы и процесс и объект склеены да? ну по сути дела да ну как бы смотрите там дальше тоже будет разворачиваться очень все интересно значит смотрите институции в том значении о котором я рассказываю это пока просто наставление запись лекций ученика то есть запись лекций Гая о том как устроена жизнь обычаи ну он там достаточно серьезно конечно все пишет он в своем роде методолог он говорит наша жизнь состоит из вещей и там еще из ряда категорий и таким образом он выстраивает свою лекцию то есть он говорит там вещи договорные отношения из договорных отношений вот то и то мы знаем и так далее но ты согласишься что вот исходно исходно слово институции про институты сейчас говорить мы будем там это там трансформировалось в европейских языках а вот институции так сказать в латинском языке так сказать указывала в первую очередь на процесс трансляции норм там потом еще как бы много чего так сказать могло навешиваться но исходно как бы вот именно указывала на процесс трансляций норм и как раз это самое в институциях юстиниана так сказать которые стали первыми широко известными институциями там просто это видно как бы по месту По месту, так сказать, по месту этих институций в структуре, так сказать. Институция — это о нормах, конечно. Потому что Юстиниан, ну, причем не просто о нормах, так сказать, а именно важно, что о нормах трансляции, так сказать. Почему вы говорите «трансляция»? Сейчас объясню. Вот как бы на Юстиниане это лучше видно, поскольку Юстиниан, он создал, так сказать, первый кодекс. Подожди, там еще дегитиняк. Где это было, так сказать, структурировано? В четыре, так сказать, раздела, так сказать. Были, значит, конституции, так сказать, то есть, вот, значит, законодательные установления. Там были новеллы, это, так сказать, дополнения, ну, как бы свежие, так сказать, новые дополнения к законодательным установлениям. Значит, были дегесты, ну, это как, вот, английское слово, да? Сборник. Дайджест. Сборник, значит. Это сборник изречений, так сказать, известных юристов. Ну, это вот по аналогии, как бы, со святоотеческим наследием. Вот. И, значит, вот, четвертый раздел, так сказать, был институцией, так сказать, это, собственно, как это, наставление начинающим юристам. Вот, вот, как бы, так сказать, смысл, вот, то есть, это все, вот, 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 весь кодекс юстиниана, так сказать, все это нормы. Но нормы, так сказать, разных типов и, как бы, разных функциональных назначений, так сказать. Там нормы, так сказать, конституции, новеллы, так сказать, это нормы, которые непосредственно к социальным отношениям применяются, значит. Ну, там, в общем, я пробовал читать юстиниан, и Гая читать достаточно тяжело, переводы очень плохие. Переведено не все, но, по сути дела, можно сказать, что первоначально институции это выделение в действительности некоторых объектов и их изложение, вернее, и превращение их или трансляции в знаковой форме. То есть Гай выделил некоторые обычаи и в знаковой форме, ну, сначала в форме языка передал своим ученикам, а ученики эти выделенные объекты действительности зафиксировали в знаковой форме. То есть наиболее интересным, мне казалось, то, что Гай выделил вещи, как особый род категорий, и некоторые нормы отнес к движению этих вещей среди, в общем, своих соплеменников. Ксим, можно вопрос? Да. А ты не прослеживал, как от этого слова стоять, да, там возникло понятие институции? Ну, прослеживал, вот на этом слайде, это есть, где тут. Вернее, вот. Вот, на этом. Это какой по счету третий, да? Это третий должен быть, да. То есть вот так вот развивался. Вот видите, там второй век, потом, значит, идет четырнадцатый, шестнадцатый. Ну, точно такой же процесс превращения этого слова шел и в русском языке. То есть из латинского пришло вставь, потом были уставы. Причем уставы не в нашем понимании, что это устав предприятия, а в том понимании, что в монастыре житье чинно, уставно. То есть уставно, в смысле институционализировано, ровно, равновесно. Ну, возвращаюсь опять к Гаю, значит, на триста лет эти институции вообще забыли. И только в 426 году император Феодосий II, император Византийской империи и правящий в то время император Валентиниан III. Ну, а на самом деле он еще был юн, и в этом процессе участвовала его мать Гала. Издают закон о цитировании, то есть это происходит и в Восточной и Западной Римской империи, которая к тому времени разделилась, в котором обязывают использовать тексты Гая, отрефлексировавших 300 лет назад отношения между людьми и обычаи человеческого общежития, для вынесения судебных решений наряду с институциями, они тоже назывались институцией, других древних римских юристов. Значит, ну, тоже, как бы, судьба их очень интересна. Один, значит, этот юрист, начальник императорской канцелярии, другой, управляющий пожарной охраной, третий, значит, воин, руководитель, государственный деятель, убит. Там, при попытке установления воинской дисциплины. Третий, там, вернее, пятый, там, родом из Сирии, который в ответ на просьбу составить оправдательную речь для императора в связи с убийством тем своего брата, сказал, гораздо труднее оправдать убийцу, нежели им стать. То есть, это такие, достаточно основательно фундированные принципами, мы бы сказали, моральными, государственные мужи, которые, в общем, являются авторами, там, неких рассуждений о нормах человеческой жизни. Ну, только сейчас мы их называем юристами. Все были, ребята, упертые, все плохо кончили. Ну, да, то есть, ну, в общем... Так что институционализация, это дело такое, мисководное. Да, я как раз это и хотел продемонстрировать. И вот все-таки насчет трансляции. Что имеется в виду? Воспроизводство, производство и интерпретации? Или просто вот есть уже, как бы, отработанные нормы, да, и их транслируешь? Вот все такое, все это трансляция. Все-таки процесс трансляции, он имеет, как бы, место в коммуникации. То есть, я... То есть, и производство, и воспроизводство, и интерпретации там все есть. А воспроизводство имеет место, вернее, имеет отношение к деятельности. То есть... Ну, Михаил Михайлович, я, когда сказал трансляция, так сказать, я не хотел, так сказать, намекать там на совокупность системных категорий. Вряд ли римляне ими пользовались. Я хотел просто указать на это самое, на такой, так сказать, банальный процесс передачи норм следующему поколению юристов. Вот, собственно, и все в таком очень, как бы, натуральном понимании. Вот есть уже, так сказать, матерые юристы, а есть молодые подрастающие. Вот их надо, так сказать, обучить. Ну, вот, как бы, так сказать, новшество заключалось, новшество, называемое институцией, заключалось в том, что не только вот там, так сказать, юристы, они там социальные отношения, так сказать, нормировали. Вот, там тексты нормировали, там отношения, так сказать, между, там, гражданами и чиновниками. Вот, а еще и процесс, так сказать, передачи норм следующему поколению, так сказать, он сам был нормирован, так сказать, юристы, поэтому вот они и составили, как бы, что-то вроде корпорации, так сказать, и до сих пор они... Ну, я вот как раз хотел вот такие, отдельные от всех, как раз так, показать, что они никакие были не юристы, вот в галстуках там и в белых рубашках. Они были достаточно вот такие принципиальные люди, которые занимались государственным служением, и они, по сути дела, изложили некие нормы, которые считали нормами для человеческого общежития, опираясь на обычаи и, на самом деле, на такую, на божественную мудрость права. Значит, дальше что произошло? Дальше, через сто лет император... А, вернее, через некоторое время, после того, как вот эти вот ребята постановили, что лекции Гая имеют обязательную силу закона для судей, те новые государства, которые образовались после падения Римской империи в Галлии и Испании, продолжают применять римские нормы права. В 506 году годский король Алларих издает сокращение кодекс Феодосия, который затем использовался во всей Европе. Ну, уже на протяжении там следующей тысячи лет, можно так сказать. Через 400 лет после записи лекций император Юстиниан поручает министрам положить институции Гая в основе своей собственной компиляции законов Римской империи. И я делаю вывод, что за 400 лет правила и нормы человеческого общежития, описанные в лекциях Гая, остались правилами и нормами, которые можно было использовать в качестве прототипов, и он мог придать им силу императорского закона. Еще через 20 лет Юстиниан ввел использование своих законов в западной части империи в Италии. При этом в дальнейшем римское право активно применялось в Южной Франции и Средней Италии. При решении спорных дел Германии суд должен был применять римское право. Вот так за более чем полуторатысячную историю институции Гая стали источником понятия института римского права, института права в целом для современного европейского мышления. Значит, дальше что произошло? Дальше через 100 лет император... А, вернее, через некоторое время после того, как вот эти вот ребята постановили, что лекции Гая имеют обязательную силу закона для судей, те новые государства, которые образовались после падения Римской империи в Галии и Испании, продолжают применять римские нормы права. В 506 году годский король Аларих издает сокращение кодекс Феодосия, который затем использовался во всей Европе. Ну, уже на протяжении там следующей тысячи лет, можно так сказать. Через 400 лет после записи лекций император Юстиниан поручает министрам положить институции Гая в основе своей собственной компиляции законов Римской империи. И я делаю вывод, что за 400 лет правила и нормы человеческого общежития, описанные в лекциях Гая, остались правилами и нормами, которые можно было использовать в качестве прототипов, и он мог придать им силу императорского закона. Еще через 20 лет Юстиниан ввел использование своих законов в западной части империи в Италии. При этом, в дальнейшем, римское право активно применялось в Южной Франции и Средней Италии. При решении спорных дел Германии суд должен был применять римское право. До Великой Французской революции у Франции не было своей кодифицированной системы права, и Наполеон в 1804 году поставил задачу создать стабильные государственные институты и четко обоснованные законы для всех, и одним из источников компиляции Наполеона стало классическое римское право кодекс Юстиниана, включивший в себя институции Юстиниана, составленные на основе институций Гая. Кроме того, кодекс был построен, как говорится, то есть это есть сейчас в словарях юридических, по институционной системе, то есть деление на книги и основная структура была заимствована у Гая. Кодекс Наполеона во Франции, который, он действует до настоящего времени и никогда не пересматривался полностью. Вот так за более чем полутора тысячную историю институции Гая стали источником понятия института римского права, института права в целом для современного европейского мышления. И когда мы говорим институт, мы тоже подразумеваем институты права, институты римского права. Во всяком случае, это заметно в прошлогоднем выступлении Вячеслава Мараджа, когда он рассматривает институт права как институт, дает его понятие институт, на нем иллюстрирует. А сами эти понятия напомнились тем смыслом, который мы сейчас в них вкладываем. На примере исторического опыта лекций Гая мы видим историю институционализации от рефлексированных им в мышлении отношений между людьми, их трансляцию и воспроизводство в деятельности. Институции Гая являются одним из первых, сохранившихся до наших дней примером описания лучших практик, стандартов норм и примером их систематизации. И тут я делаю такое предположение, что Гай это сделал потому, ну то есть, почему у него это получилось, что у него была своя схема мыследеятельности, такая условная. То есть, он смог из окружающей действительности выделить те объекты, которые он считал важными, и все это он смог построить в виде схемы, хотя бы в виде схемы лекций, или в виде плана лекций, которые он читал ученикам. Сейчас, сейчас, про схемы лекций и деятельности, это будет следующий тезис, давайте здесь сделаем паузу и позадаем вопросы. Так, да, пожалуйста, Володя. У меня два вопроса. Первый касается кодекса Наполеона. Я не юрист, но сколько я помню, когда он составлялся, Наполеон использовал такое выражение «кородко и неясно». И в этом смысле, как я тогда понял, его задачей было не столько квалифицировать право, сколько каким-то образом обеспечить себе свободу по отношению к любому правду. Это первая. Первая, это у них такой вопрос. Вторая касается обесвязанных. Вторая касается Годского королевства. Насколько я знаю, перед всем том, что там был вот этот самый кодекс использован, переписан и так далее, правители этого королевства смеялись примерно раз в 4-5 лет. И говорит о том, что там существовала существовал никий правовой порядок к королевству. Как вы, как вы, как вы, как вы, в этом начали? Ну, мне кажется, вот, отвечая на второй вопрос, то, что правители там сменялись каждые 4-5 лет, нисколько не противоречит тому, что там существовало римское право, потому что сейчас, в общем, у нас в Конституции тоже приписано в некоторых странах сменять правителей каждые 4-5 лет. Они там чуть иначе сменялись. Ну, это неважно. Они отбивали права, выкололи глаза и так далее. Ну, понятно. Ну, вот, я догадываюсь, почему там это происходило. Потому что римское право основывалось на, все-таки, на отношениях, которые были в дохристианском Риме. И на самом деле, те источники римского права, которые мы считаем источниками как бы нашего цивилизованного закона, это дохристианские источники. И, в общем-то, с христианизацией Европы появился новый закон. Закон Моисея, который не был взят как закон для жизни. В то время, как, например, в исламском мире откровение, которое короническое, оно было положено в качестве законов для общества как религиозных, так и экономических, и, по сути дела, как торговых, можно так сказать. Но они убивали, в общем, потому что не верили в ресурсы Христа. Вот что я хотел ответить. Поэтому они были такие, язычники. право предполагают установление определенного порядка. Ну, хорошо. Я обращаю ваше внимание на то, что то, что происходило в это время, в частности, на Теремийском полуострове, а если смотреть более широко, поскольку в эфире королевской мировой была та же самая ситуация, там тоже каждые четыре-тять лет сменялись королевской механизм. вроде бы похоже на то, что там никакого порядка нет. И сам факт появления такого артефакта, как кодекс Юстинияна, еще не означало, что он включенно реально в жизни работает. Ну, послушайте, мы же не говорим о том, что принятие кодекса является установлением равновесного порядка какого-то. Мы говорим о том, что человечеству шло определенный путь к тому, чтобы нормировать свое общежитие. И вот первым, кто выделил такие нормы, был в свое время Гай, и по сути дела система римского права, которую мы сейчас положили в основу европейского права, в принципе, современного, оно берет начало вот оттуда, то есть, по сути дела, и имеет две тысячелетнюю историю. Значит, то, что касается Наполеона, я тоже хочу ответить на первый вопрос. Там прошло более семидесяти, как бы мы сейчас сказали, семинаров, на которых обсуждалось строение этого кодекса. И в большинстве этих семинаров Наполеон принимал участие лично. И, конечно, с точки зрения, не знаю, современного управленца, может быть, можно и сказать, что Наполеон там участвовал для того, чтобы обеспечить себе возможность завоевывать другие страны, править огнем и мечом и так далее. Но, в общем-то, если читать эту историю безотносительно к тому, что произошло потом, видно, что он был заинтересован в создании государства, занимался государственным строительством. Это проявляется и в упразднении академий, и в создании на их базе института Франции. И в том, что он разрабатывал кодекс, и я потом хотел рассказывать о том, что он провел административную реформу у себя, то есть разделил власть, мы бы сейчас сказали, разделил по горизонтали, вертикали. То есть это было связано с появлением префестов, то есть, ну, вообще эта система он учредил институт подотчетных правительств префектов, департаментов и супрефектов округов в 1800 году. В города и деревни стали назначаться мэры, был учрежден государственный французский банк для хранения золотого запаса и эмиссии бумажных денег, и была создана система сбора налогов. Административные и правовые нововведения Наполеона заложили основу современного государства, многие из них действуют и по сей день. Я, в принципе, не хочу его защищать, я хочу просто зафиксировать... Я наоборот не понимаю, я другое совершенно говорю. Привязываете почему-то факт использования некоего древнего артефакта? Как вы сами говорите, утратившего в значительной мере свой смысл по отношению к тогдашней истории. Почему утратившего? Ну, поскольку вы говорите, закон Моисея не будет задействовать. А я это говорю в позитивном таком залоге. Я потом бы хотел сказать о том, что Юстиниан, тот же самый, по сути дела, занимаясь государственным строительством в своей части империи, он начинает такую штуку институциональную, которую мы сейчас называем разделение властей. То есть, по сути дела, имея собственную позицию, ну, такого все-таки монарха, а слово это состоит из двух корней, мон единственный, эрхе, начало, единственный начальник в своей империи, он, тем не менее, формирует еще два института, или там, я бы сказал, две позиции управляющих. Первая позиция, это позиция римского права, беря институции Гая, то есть, он, по сути дела, сохраняет языческую и обычную, в том слово, что от слова обычай, систему права и систему норм в государстве и закладывает основу христианского мира, то есть, в то время христианство является господствующей религией на территории всей Византийской империи. Таким образом, у него в государстве появляется три управляющих позиции. Он, как император, система права древняя еще, которая берет начало у, я бы сказал, у греков даже, и христианские законы Моисея. И я вам напомню, и он, как у новоцеркви. Ну, в общем, там идет борьба. Там идет борьба. Ну, вот, я мог бы попробовать ответить чуть-чуть по-другому на исходные два вопроса, а Максим меня может поправить, если что. Вот, если мы возьмем дегесты Юстиниана, то там вот, ну, например, это самое, скажем, например, Ульпиан цитируется, ну, вот, входивший тоже в число знаменитых римских юристов, он говорил, принцип свободен от закона. То есть, в этом смысле, ну, когда мы говорим, что, так сказать, вот это вот, значит, система, система институтов, она должна была упорядочить существующие социальные отношения, ну, да, это, да, как бы упорядочить, но она упорядочила все-таки по преимуществу, по преимуществу то, что мы сейчас называем гражданским правом, ну, в широком, так сказать, смысле слова, вот, а вот, это, так сказать, например, вот там отношения, отношения, там, так сказать, занятия, занятия властных позиций, там, отношения власти и общества, вот, вот, идея, так сказать, сделать их подзаконными, она все-таки римлянам не была, так сказать, свойственна, так сказать, это уже, как бы, гораздо, гораздо, так сказать, более, так сказать, поздняя идея, там, относящаяся, там, ну, где-нибудь, вот, уже там, да, уже там, может быть, там, к 14-15 веку, там, когда, там, у Марсилия Падуанского, там, появляется представление о разделении властей, там, и вот появляются вот эти вот идеи правового государства, вот, у римлян все-таки идеи правового государства не было, вот, значит, соответственно, это, так сказать, соответственно, вот, если мы перейдем, и поэтому тут это, вот, как бы, ну, на мой взгляд, это, так сказать, на мой взгляд, как бы, нет здесь противоречия, как бы, между тем, что вот такая, как бы, ну, рутинная социальная жизнь, там, гражданские обороты, они как-то были более или менее, так сказать, упорядочены, вот, ну, а там периодически, это, так сказать, периодически там совершались, совершались дворцовые перевороты, там, этих самых, там, императоров и правителей там свергали, да, они убивали друг друга на каждом шагу, да, а это, так сказать, а при этом, это, так сказать, а при этом там на рынке торговали, так сказать, сделки совершали, имущество передавали по наследству, и, так сказать, конструкции, конструкции римского права в этом плане работали. Теперь, так сказать, если мы, так сказать, если мы перейдем к Наполеону, то, опять же, так сказать, опять же, так сказать, вот то, что это, то, что, так сказать, называется кодексом наполеона таскать это в общем-то это в общем-то гражданский кодекс и кстати он это сам спите кстати он не только считается памятником права а он до сих пор до сих пор до сих пор так сказать во франции так сказать вот там на 90 процентов является действующим то есть это вот ну действительно это сенска действительно вот показатель показатель такой вот универсальности конструкции социальных отношений которые были выработаны римлянами таскать но и потом будучи там подзабыты на какое-то время там пройдя там через гласаторов там и прочих вот попали в конце концов в кодекс наполеона а дальше как бы были тиражированы вот по системам континентального права ну опять таки это сенска это опять-таки но поскольку эта система система гражданского права так сказать ну как бы это сам искать как бы вот на регулирование на регулирование властных отношений за спать это не очень-то не очень-то распространялась как властные отношения они регулируются другим ну смотрите другим другим правом так сказать конституционным так сказать а конституция так сказать у франции она появилась смотрите вот я все-таки попозже она появилась как раз хотел сказать о том что вот это вот понятие социального института когда вводится тогда в общем начинается история с тем как должно быть разделено как как должно быть как должна быть разделена власть если есть вот вопросы к той части которая была до этого может быть вот можно было бы задать иначе я сейчас перейду к самому такому спорному важному для себя выводу сейчас а вот то вот это ты обещал ответить на вопрос так сказать о разграничении института и организации вот это те когда будет удобно ответить вот сейчас когда буду вывод делать а вот конституализация то есть институционализация там все вот как институционализация нет я имею в виду, консти... консти... конститу... консти... конституциализация это не патс простives отявления в социальной к Conститу aziro Listening системе констицию да есть т.р. конституцией и конституцией Zone Конституцией конституции ты вернешься к конституциализации вот конечно я считаю что это институциächen институциализация которая по отношению к государству один из частных один из частных есть стандарты и есть стандартизация картинки он давал я делаю такой вывод из этого всего, что я рассказывал что когда речь заходит об институтах современные теоретические науки и даже антологии напоминают тех слепых которые ощупывают слона один может рассказать про ногу второй про хобот, третий про хвост каждый про то, что он потрогал из современных антологических представлений невозможно потрогать понятие института целиком и лишь когда мы погружаем понятие института последовательно в разные слои схемы мы можем увидеть мы можем увидеть, что когда мы говорим об институции ГАИ мы имеем ввиду формы которые принимают институт слои мышления когда мы говорим об институтах здравоохранения суда образования мы подразумеваем институт как инфраструктуру и когда мы говорим об институтах как об организациях специально образованных конструкциях юридических лиц в государствах мы говорим об организациях в деятельности по сути дела институт это и есть само мышление принимающее различные формы в трех флорях на схеме мыследеятельности а процессы превращения мышления в инфраструктуру или флексии норм и в организации мы вкладываем в понятие институционализации а здесь в общем я должен нарисовать схему мыследеятельности на которую наложена оргтехническая схема могу нарисовать могу показать на слайде значит это вот оргтехническая схема мы знаем что внизу находится деятельность различная а наверху рефлексивный слой над этой деятельностью 16 вот так выглядит схема мыследеятельности выводим 16 смайф ну дальше 17 ну так что 18 16 и потом 17 и дальше 18 а вот так мы накладываем организационную психическую схему на схему мыследеятельности. То есть, видите, у нас здесь сохраняется коммуникация по поводу деятельности, у нас сохраняется поиск мышления, сохраняется поиск мыследействия. И моя гипотеза и основной тезис заключается в том, что, конечно, наиболее интересный для рассмотрения в настоящий момент, это институт, который находится в этом рефлексивном слое. То есть, в поиске коммуникации. Или мыслей коммуникации. Это у тебя даже не оргтехническая, а такая схема полифокусного управления с коммуникацией между держателями этих фокусов, да? Да. А мышлением зачем? В мышлении появляется выделение объектов. из действительности. То есть, первая форма институционализации, это когда Гай создает институцию, то есть, когда он создает некий текст. Дальше, по сути дела, в коммуникации через несколько веков эти мысли становятся нормами, потому что идет человеческая жизнь, люди друг с другом общаются, императоры их принимают, трансляцию вот этого, его ученика, за норму. И вот в этом слое коммуникации первая рефлексия Гайя по поводу того, что было, становится институтом права. Вот здесь. А затем, по сути дела, она становится институтом для государства. Принимает форму организаций уже конкретных. То есть, сначала она и становится и инфраструктурой здесь. А что на этой схеме к институту относится? Что в институт включается? Все три слова или какая-то часть? Ну, в общем, и тезис-то заключается в том, что в слое мышления под институтом мы понимаем формы, то есть, некие тексты, институции, которые написаны, нормы, которые передаются из поколения в поколение в трансляции. И мне кажется, здесь важным еще можно считать, ну да, как бы Вячеслав и спрашивает про поиск мышления. Важным еще нужно отметить, что сам термин «право» имеет два корня. То есть, корень «пра», который мы считаем приставкой, ну там, «праведный», «отцы», «прадед» и так далее. И вот там есть такой корень «вет», там, «правило», «праведный». Вот он, это индоевропейский корень, и он указывает, что начало берется из глубины веков, вернее, «праведный», начало берется из глубины веков, а «вет» — это «вести». То есть, соответствует такому старославянскому «исконно». То есть, там, из конца, «кон» — это начало и конец одновременно. и тот корень, который есть в юстиции, который мы используем как «юз», «юст» и так далее, он от протииндоевропейского «высшая справедливость, спустившаяся с небес от Юпитера». То есть, по сути дела, в слое мышления нормы, они транслируются вот как бы из глубины веков, передаются из... от человека к человеку, из уст в уста и так далее. То есть, вот, если бы говорить об управляющих позициях, я бы выделял еще вот эту позицию норма, которая идет издавна. То есть, вот такие стандарты, они вообще находятся в слое мышления, если их выделять. Мышление способны такие стандарты из обычной действительности выделять. А можно здесь? Да. Не, ну я... Сейчас, Михаил Михайлович, я просто закончу с этим вопросом, но я-то не про мышление спрашивал, а про институт. Вот, вот, что на этом рисунке относится к институту, а что не относится. Раслав, я хочу задать вопрос, может, он про... как раз, на работу нельзя. Вот нельзя ли вот сказать так, что вот эти стрелочки, вот крайние, слева крайние, да, что... А вот мышление, собственно, вот процессы парадигмации происходят, а потом опускаются внизу деятельности. И тогда это схема институализации, не института, а схема, как происходит процесс институализации. А уж если говорить к институту, то если тогда мы, то уже в развитых формах института, тогда мы говорим, вот там, где вот так устроено, так, это мы называем институтом выследеятельных представлений. Вот так. Ну, вообще, институционализация, да, она вот, ну, примерно так и происходит. Ну, только я бы вот там сказал, может быть, как она точно происходит. Дело в том, что, Вячеслав, я не могу сказать, где здесь институт. То есть, институт это понятие, которое превращается из мысли в инфраструктуру, а потом в организацию. То есть, вот если считать, что мы имеем институт права как институт, то я хочу заметить, что сначала это были просто мысли и лекции. Тогда чуть, это, тогда чуть, чуть назад, как бы, вот. Есть, есть понятие института, ну, или там, ряд версий, как бы, этого понятия. Вот. А вот такая, так сказать, такая реальность, которая, ну, соответствует этому понятию, она вообще есть или институт это только понятие? Оль, хорошо, что вы задали этот вопрос. У меня здесь есть на него ответ. В теории права организации и юридические лица рассматриваются как фикции. Знаете, да? То есть, из теории права институтов вообще не видно. Можно сказать, что в теории мыследеятельности институты существуют так же реально, как вещи в теории права. То есть, мы можем сказать, что мы из социологии, из экономики, из теории права мы не увидим полноты понятия института. Вот, когда мы можем в теории действий поместить... Сейчас, сейчас, сейчас. Максим, подожди, так сказать. Я вот сейчас, вот, хорошо же ты это слово назвал, так сказать, вещи. Вот, вот, я сейчас спрашиваю, так сказать, ты мог бы сказать, что институты, они не существуют как вещи, а существуют как фикции. Но это тоже был бы возможный ответ. Но, раз уж ты это, раз уж ты, так сказать, признал, что институты, они, так сказать, существуют, в том числе и как вещи, а не только как понятие, то тогда правомерен. Второй мой вопрос. Вот это самое. Вот как бы не про трансформацию понятия, в каком слое схеме мыследеятельности, понятие института, как живет. А я вот про вещи под названием институты спрашиваю, а они на схеме где? Тогда я вас спрошу. Вы когда меня спрашиваете про институт, вы спрашиваете про институт как норму, как инфраструктуру или как организацию? Я про институты спрашиваю. Ну, они существуют как нормы, как инфраструктуры и как организации, с моей точки зрения. То есть это что? Это вроде догмата о троице, когда Бог един в трех лицах и они, так сказать, нераздельны и не слиянны, что ли? Вот так институт существует? Или как? Да. Ну, тут трое слепых наконец договорились, с чем они имеют дело. Да. Ну, то есть это действительно, это вот такое понятие, которое существует в мышлении, в коммуникации и в деятельности одновременно. если мы говорим о настоящем институте. Если мы говорим об институте, как организации... Сейчас, 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 подожди. Ну, вот, если ты говоришь, что одновременно, так сказать, существует, то тогда вроде как это. То тогда вроде как нужно сказать, что все, что здесь нарисовано, и есть, и есть институт. Или это, так сказать, или у тебя, так сказать, или у тебя, как в квантовой механике, так сказать, в ранних версиях, одно исключает другое, так сказать. Если мы наблюдаем, так сказать, вовну, мы не можем наблюдать частицу, и наоборот. Ну, смотрите. Так же и применительно к институту, так сказать. Если мы его берем как норму, то мы его не можем брать как организацию. Нет, нет, нет. Смотрите, я вот могу привести пример. То есть, если мы, например, говорим, что институты это организации. Тогда мы сюда кладем институт педиатрии, и у нас нет ни инфраструктуры, ни, значит, ни норм. У нас существует просто такая организация где-то. Вот там вот был слайд там с остановки. Тогда это не то. Ну, это ты, ну, подожди. Ну, это вот дом. Ну, это ты как раз... Институт педиатрии. Дальше, подождите. Это ты как раз не просуждаешь, как в квантовой механике. Если я беру, говорю, вот есть институт здравоохранения. Это не организация, да? Это там министерство, все врачи, значит, и так далее. Но я говорю, послушайте, у нас нет института здравоохранения, потому что там нет норм. То есть, министерство есть, врачи есть, а института, который нам, как больным, необходим, его в стране нет. И организации есть. И организации есть у этого института здравоохранения. Да, института нет. Да, института нет. То есть, нет равновесного воспроизводства, деятельности по охране здоровья людей. А я могу, ты сам сказать, я могу вот так вот нарисовать. Могу я нарисовать, так сказать, кружок, здесь написать институт, а дальше нарисовать три проекции, как на схеме, так сказать, многих знаний. И сказать, что, так сказать, институт имеет нормативный аспект, институт имеет инфраструктурный аспект, и институт имеет... И проявляет конкретные организации. Там, организационный аспект, значит, там, скобка, там, деятельность. То есть, мы получили, положили схему, ту самую, с которой начали слепые, рассматриваются на науку. Да, да. Только он говорит следующее, что вот этого института по определению-то нет, что это не троица. В троице там отец в основании лежит, и дальше все остальные лица, природа и три лица. А здесь-то нет института, он не положен. У него положена отдельно норма, отдельно вот инфраструктура, отдельно вот это, организационные эти. А одна-то общая, не положена. Нет, так я же... Максим уже положен, на самом деле. А где положен? В начале институции я в рассказе только что был. А если институция? Как отец, прородитель института. Как Гай? Я же, собственно, чего, так сказать, добивался, так сказать? Я добивался, так сказать, утверждения, что, во-первых, институты существуют как вещи, вот, и, во-вторых, это, так сказать, и, во-вторых, эти вещи, так сказать, имеют разные аспекты, там, или разные характеристики, снимаемые, так сказать, в зависимости от того, из какого, так сказать, из какого слоя мысля деятельности мы смотрим. А дальше, так сказать, а дальше тут, ну, в соответствии, так сказать, с обычной, так сказать, логикой методологической, так сказать, задаваемой на схеме, так сказать, многих знаний, возникает, так сказать, возникает проблема, так сказать, конфигурирования, как проблема соорганизации. Я с вами make a sense ofrov, и он соорганизует соорганизует аспекты через схему через схему мастер-деятельности в чем я с вами не согласен имея вот эту схему слепой, глухой не согласен да нет, и Паша говорит совсем другое он говорит нет потому что, когда вы говорите как схему многих знаний вы здесь кладете институт а я говорю о том, что это мышление принимает формы института в этих трех слоях мысль мысль принимает формы института в этих трех слоях то есть здесь же нет на схеме мыследеятельности мысли то есть у нас здесь есть текстовое выражение которое понимается не до конца здесь есть организация мысли в деятельности а здесь есть пространство для мысли в поиске мышления и по сути дела Мысль становится институтом в деятельности, в слое коммуникации, то есть мысль превращается в инфраструктуру, а в слое деятельности мысль превращается в продукты, в вещи. Ну да, в вещи. И с одной стороны человек может создать вещь как конечный продукт, а с другой стороны человек может из мысли сделать институт как инфраструктуру для рефлексии деятельности. Максим, ну хорошо, что вы подошли к категоризации этой самой категории мысля деятельности. Ну и дальше что? Может теперь перейдём к системному подходу? Ну как бы следующий шаг сделаем. От 15 века перейдём хотя бы к 16 века. Ну, Павел, подожди, ты сам, подожди про системный подход. Нет, ну а что бегать в этих самых, в индийских сказках? И так запутались. Давайте хоть с институтом разберёмся. Там вот главное мысль. Как вы хотите с ним забраться? Ну потому что есть представление, что институт, вот самый хороший яркий пример, это институт права. И в этом смысле я Вячеслава понимаю. Но я вот, честно говоря, даже не представляю, как можно вот иначе, как я сделал, перевести институт права в то, что удобно переваривается мысля деятельностью. Что являлось предметом вашего рассказа? Я про чем специально бросил все дела? Приехал. 8 страниц текста. Что является предметом вашего текста? Ну, конечно, многопозиционная рефлексия. Как вы там делали? Что предметом вашего рассмотрения в этом тексте являются? Ну просто про что вы рассказываете? Ну вообще про мышление тоже. Какое? Фамилия? Ну не говорите, что оно правовое. Ну нет, как есть. В системном мысли деятельность. Нет. Нужно говорить, что пока система слабая будет запрещена. Про что вы рассказываете? Потому что для того, чтобы понять, что вы делаете, надо же ответить на вопрос. Про что текст хотят? Вы же ведь исходите из простой вещи, только что скрывшись. Стоящее кто? Если я правильно понимаю. Вы взяли категорию, институт как языковую единицу и проследили, провели историко-критический анализ. Очень красивый. Он меня заинтригал. Я приехал специально. Понимаете? У меня вопрос. Сейчас была послана очень жестокая версия. А есть еще антология вещей. Уважаемый, в предыдущий все время задаю, Вячеслав. А вы все время нам говорите, а есть еще антология, понятия. Про нее мы забываем иногда. Поэтому с кем вы следите? Мы это обсуждали здесь на моем докладе в 2006-2003 году. Слава сформулировал вот эту идею в 2006 году. Александр Иванович сказал, а вот это вот и есть. Ну да, вот это вот три слоя. Они фактически в себе снимают три слоя категориального мышления европейского. Вещи, понятия и язык. Наверху понятия. Второе. Язык. Третье. Вещи. Вот мы сейчас подошли и сказали, ну да, но вообще-то институт, как любое мыследействующее образование, оно должно описываться в этих трех категориях. Поэтому. Идаваем сейчас вызов, который мы должны следующий шаг сделать. Вот про историю языковой единицы описали все. С понятием ссылка на право мы разобрались. Теперь мы переходим к вещам. Ну, вопросы про вещи будут. Поэтому вопрос упирается, он как-то всерьез. Есть ли возможность построить системную категорию институт? Или мы все время будем рассказывать про институт вот эти вот самые байки. Ну, кто что видит, тот про то и рассказывает. Вопрос-то принципиальный, понимаете? Не по поводу того, что давайте нарисуем конфигурацию, многие знают. Ну, да, хорошо. Вот уже проходили много раз. Поэтому, что является вашим предметом рассуждения в данном случае? Что вы рассматриваете? Опять история про язык, опять история отдельно про понятия, опять история отдельно про вещи. Ну, да, мы их разложили. Ну, все, а дальше две системы сделаны. Ну, вот про мысль говорит. Так я же есть про то, поэтому и хочу понять, будет ли шаг следующий. Я, конечно, подозреваю, что в сценарии заложено, что это должно произойти часа через полтора. Потому что все время нас поддерживают ребята еще рано, еще не вечером. Конечно, в общем, страшно делать следующий шаг. Так пора уже. Или тут есть магические числа 26 и 34. Сейчас только 12-й год, еще не вечер. Четвертый год уже проскочили. Я скажу следующее. Ну, все-таки начну с мышления. И скажу, что разделение – это важнейшая способность мышления выделять из действительности, наследиятельности объекта. То есть, и вот таким выделением были институции Гая. Выделением объекта. Гая – это про дело. Честь ему хвала. Но это же не начало процесса жизни института. Или появление этого представления. Ну, я как бы теоретическую базу на три абзаца веду. Не-не, подождите, подождите. Я еще раз хочу. Я хочу сказать, что является предметом. Если предметом является история, как был введен термин «институт», термин, то мы с вами опять живем в реальности категории языка. Есть такие хорошие науки, которые этим делом занимаются. Павел Владимирович, я вас слышал. Источниковеджение называется. Сейчас сделаю. Значит, выделение новых объектов и закрепление их в знаковой форме имеет для теории мыследеятельности, ну и, наверное, для теории мышления тоже. Я не специалист. Такое же значение, как открытие концепции разделения труда для экономической теории Адама Смита и декомпозиции процессов труда для теории практики генреформы. То есть я говорю, что базовый процесс, который происходит в мышлении здесь – это разделение. И мы знаем, что базовый процесс, который происходит в теории деятельности здесь – это тоже разделение. А что делится? Вот у вас, когда вы говорите, что… Это общее слово. А что у вас там в разделении произошло? Вот в институции появились институции, тексты появились. Да. А что при этом произошло в точке зрения разделения? Ну вот в деятельности? Значит… Или еще в чем? Люди видят окружающую действительность. Из окружающей действительности необходимо выделить объекты. Принципиально важные для коммуникации, в первую очередь. И вот кто-то увидел в качестве объектов вещи, в частности, гайки, а кто-то их на тот момент и не видел. А что это за вещи? Тогда я возвращаю вопрос. Фамилии вещей были тогда какие-то? Или они были безымянными? Ничего потребовалось их описывать. Ну, вообще-то я это самое, так сказать… Я как раз не очень согласен здесь с версией разделения, так сказать… Как раз в это… Как раз вот… Моя-то… Моя-то версия заключается в том, что в мышлении римских юристов появились не объекты, так сказать… Это особые… Особые конструкции, так сказать… С которыми обращались, ну, наподобие того, как обращаются со схемами. Вот это самое, так сказать… Вот там появилась конструкция, так сказать… Виндикационного риска, когда нужно там, так сказать, как бы восстановить утраченную собственность. И вот, как бы, человек может, действуя по определенной схеме, доказать, что это вещь его, так сказать… И, так сказать, восстановить право собственности. Вот… И вот там, таких, это, сам сказать… Таких конструкций, вот, было, так сказать, выделено… Много там, начиная, так сказать, от простейших, там, так сказать, конструкций, там, обмена, допустим… То есть если я вернусь… До очень, до очень сложных, так сказать, конструкций… Ну, угловинная, так сказать, ошибка… Если я вернусь к схеме, тогда, Максим, к сожалению, надо строить снизу, со слоя самого низшего… Мысли действия войны и я, где появились некие организованности, конструкции или схемы, или стереотипы, или правила реализации обычного права… Ну, то есть они были без описаний? Да. Да. Нет, ну они были. Поэтому я говорю, в этом смысле мы не имеем права начинать с лекции. Из того, как начинается, там, установление для того, чтобы студентам или ученикам рассказывать, как вы дальше должны правильно жить, да? Ну, условно говоря, что Гай поделил. А начинается с того, что у нас есть вот эти вот практики, есть схемы действия, в смысле, в этом смысле, внизу, лежащие, которые задают прототипы для тех самых объектов, про которые Гай может лекции рассказать. Я правильно понимаю? Да, а тексты про них, ну я просто чуть-чуть продолжу, так сказать, а тексты про них произносились скорее в слое коммуникации, если уж мы хотим в таком пространстве работать, где на первом уровне коммуникации, там, например, споры разбирались, а на втором… А на втором, так сказать, уровне коммуникации, так сказать, еще появились, так сказать, описания, так сказать, о том, так сказать, ну, каким образом это делать, как бы, и как должно быть все внизу, так сказать, устроено. А вот этот самый, так сказать, а вот свой мышление, так сказать, ну, мыследеятельность там смысле, так сказать, он вообще появился только в 12 веке у гласаторов, когда они стали, так сказать, вот эти вот конструкции с помощью схомастической логики препарировать, так сказать, выделять эти, так сказать, выделять юридические понятия. я не согласен. Основываясь на законе тождества, потому что они брали тексты и сличали. Одно и то же слово встречается в разных абзацах. По отношению к ним логический закон тождества работает или нет. В том смысле, что они про одно и то же говорят или не про одно и то же. И вот такую понятийную работу стали проводить. И только там впервые появились юриспруденции, появилось правоведение. И впервые там возникли идеальные объекты понятия мышления. Вячеслав, я не слышу. А у имских этих самых. Значит, для Гая общественные отношения в Древнем Риме были как муравьи в муравейнике. Вот у муравьев в муравейнике есть же какие-то законы их передвижения. Они же там как-то друг с другом взаимодействуют постоянно. Вы даже знаете, что в этом химия скорее виновата. Ну, наверное, что-то виновата. Ну, вот как Гай смотрит, говорит, виновата химия. Гай смотрит, говорит, скорее всего, значит, виноваты вещи. Есть отношения между людьми такие. Обмен, купля-продажа, значит, наследование. По отношению к гражданам Рима муравьи себя ведут как муравьи. По отношению к негражданам надо садиться договариваться. Договорились действовать вот так. И он из вот этого муравейника, который не был систематизирован никакими текстами, и как такой же муравей в этом муравейнике считал, что вообще люди поступают так, согласно божественной мудрости, идущей из глубины веков, он это описал. Не-не-не, подожди. Это какая-то легендарная история по поводу вышедшего из магии или из чего-то такого мыслящего существа. Простите, были речевые практики судопроизводства, которые сложились с покоу веков. Мы про адресу и говорили. Правильно. Которые были, в частности, обогащены и заимствованы. Поэтому я не могу рассматривать это вот как муравейника. Там еще были муравьи, которые занимались судопроизводством. Понимаете? И вот эта практика судопроизводства коммуникативная. Она и задает на самом деле рассказы про Гай. Судопроизводство, в нашем понимании, кто прав, кто не прав, занимался претер. То есть он решал, кто прав, кто не прав из сторон. Но поскольку там все были родственники и разговаривали все на одном языке, то для них обычно таких вопросов в серьезном виде не стояло. Ну и там была, вы помните, эта система очень серьезная, сословная. Там из 55 миллионов жителей Рима, миллионов 30-40, это были бесправные совершенно люди. Поэтому их там, в общем, право особо и не касалось. Ну да, что? Сложно организованная реальность такая была. Ну то есть коммуникация между людьми действительно была, и они готовы были решать все эти вопросы внутри. Дальше. Когда появлялись люди, которые не разговаривают на этом языке, у них возник вопрос, что с ними делать. И только тогда появляются вот эти писанные законы. Потому что, ну вот, закон 12 таблиц, он в основном был, касался криминальных историй по отношению к негражданам Рима. И тогда они стали, в общем, решать, а что мы будем делать, кто в наше племя не входит, и кто с нами на одном языке не разговаривает. И тогда они действительно договорились, выдвинули своих представителей и попытались это все положить на бумагу. До этого у них таких проблем не стояло. Поэтому рассказ о том, что он наблюдает муравейник, а ты все по муравейник, ну как-то поясняется. Но он еще был, был же муравьем, он это муравейник. Он еще там с коммуникацией, как он же... Это организованная уже жизнь с разделением, как вы говорите, в стране, сословий или как бы по-другому все называть, с постоянной жесточайшей коммуникацией пограничной, межкультурной, как вы сейчас сказали, необходимость нормировки, которая преследовалась жесточайшими условиями выживания этой самой империи. Понимаете, поэтому рассказ о том, что это было просто так вот. Там, притор или кто еще, сполнявший функцию... Был еще арбитр, который привлекался как независимый. Да, да, Виталий. И все, я подключился. А, сейчас, ты сам, сейчас, одну секундочку. Я неправильно вас подключил, сейчас я вам перезвоню. А можно ли, вот теперь, то, что вы рассказали, положить на схему, чтобы ответить на вопрос, как вот эти правовые и неправовые действия внутри? Вроде, ты слышишь, да? Родовой структуры. Сейчас, Зойки. Ага, тут просто это, Дубровский? Я неправильно его подсоединил. И всех остальных, да? Каким образом эти круги расходятся? Сейчас я его перезвоню. Да, и как это право могло быть реализовано через набор определенных позиций, которые, кстати говоря, менялся, но, тем не менее, поддерживаются определенным образом, потому что завоевывались территории. Алло, Виталий, вы нас слышите? Все равно эти институты заходили туда. Ага, да, замечательно. А то я просто должен был вас конференции добавить, а я вместо этого подсоединился. С моей точки зрения, есть ответ на вопрос, откуда появились институции ИК? Да, чуть не отключил ВВК. Вот, если такую реконструкцию проявить. Вот, вы видели, да, я послал. А что, вопрос про предметность уже снят? Про предметность вопросов нет уже? Значит, сейчас мы находимся на... Подход к этой предметности. На каком уровне? Нет, я пытаюсь и выяснить. С помощью... На восемнадцатом слайде. Схема ОТС на схеме мастер-деятельности. Ага, спасибо. Ну и, соответственно, продолжая эту мысль, для темы институтов и институционализации то же значение, как выделение объектов в разделении труда, будет иметь политико-правовая теория разделения властей, предложенная Джоном Луком, сам термин был введен в ОТСКЕ, ну и развитая в дальнейшем в трудах различных социологов. Я считаю, что вот... Политические институты появляются обновлением в Системе гражданского права. Сейчас что будет? Инфраструктура коммуникаций, вот здесь вот слой коммуникации, предполагает разделение управляющих позиций. А, в этом смысле? Да. 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 И я считаю, что институт, который интересует вас как вещь, лежит в слое коммуникации как разделение властей, управляющих вот этой деятельностью. Павел, по-моему, мы так не поймем, все-таки пока не получим ответ на вопрос, есть ли институт никакой деятельностью. Или же... Михаил Михайлович, погодите. Пока мы не получим ответ на вопрос, существует ли институт. Или же, так сказать, существуют только институты как вещи, институты как инфраструктура, так сказать, институты как нормы. Но вас какой институт интересует? То есть, вот вас интересует институт как нормы? Нет, нет, нет. Меня интересует, существуют ли институты без приставки как? Слава, а можно вот не путаться тогда? Давайте разделим. Значит, институты как понятие мышления живут. Институты как имена, языковые коммуникации и вещи в слое мыслядейства. Так тезис-то был, что институты, это является все вместе. И поэтому, когда вот мы говорим о том, что там про медицинское что-то, а вот этого нет, это уже типа не институт. А вот когда все вместе, тогда типа это... Я просто... Я этого тезиса не услышал. Слава, Слова, 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 Слова. Он говорил, он это говорил. Мое возражение состоит в том, что и там, и там институты есть нормы во всех трех случаях. Только просто по-разному они манифицируют. Да, мысль реализована вот везде. на разных уровнях. Вот здесь, вот здесь. Но бывает, что вот этого нет, этого нет. Не мысль, а нормировка. Нормировка действия, нормировка коммуникации, нормировка мышления. Причем, Павел Владимирович, я считаю, что вот в каждой из этих позиций и есть отражение нормы. То есть они еще сами по себе являются нормой каждой. А в верхнем и в нижнем слоях там еще позиции, которые нормы удерживают, их нет, разве? Они все удерживают нормы. Тут же у нас УТС. И они находятся в коммуникации между собой. Нет, а мышление, нормы никто не удерживает. У них собственное мышление у каждой позиции. То есть у них собственные ортогональные доски. А Гарри, это не человек, который выскочил туда и закрепил туда. Совершенно точно. Сейчас, это сам сказать, давайте вернемся на шаг назад. Максим, можешь ли ты нарисовать проблемную ситуацию, которую ты пытаешься решить, погружая вот это вот обсуждаемый тобой сложный предмет в схему мыследеятельности. Да еще даже не просто в схему мыследеятельности, а в схему ОТС, нарисованную на схеме мыследеятельности. Вот смотри, у тебя был некий сложный предмет, где ты анализировал институты в языке, как там относил это к некоторым реальным событиям, ты же не только с языком работал и так далее. И ты выявил там некое противоречие, что для нас институты, они представляются по-разному. Что-то там вот такой метафорной обозначил, там индийской, да, или какой, где проощупывание слова. Но как бы ты это сам сказать, ты эту ситуацию не зарисовал как проблемную, а сразу ее стало решать, привлечать очень это. Очень такой сложный инструмент, который еще... И понять не так-то просто этот инструмент. А самое главное, что вообще как бы это... Вообще не ясно, он сюда годится или нет, так сказать, там нужен ли он сюда, не избыточен ли он. Потому что сама проблемная ситуация не ясна. Ну, я попытался эту, я попытался как бы вот вот эту проблемную ситуацию зарисовать по образцу схемы многих знаний, так сказать, ты сказал, что нет, это самое, нет, нет, не так. А вот как бы поскольку это самое, поскольку непонятно как, вот я все время спрашиваю, так сказать, а где здесь это, а где здесь институт? Ответа, ответа не получаю. И у меня такое ощущение, что был, это самое, сказать, был применен столь мощный инструмент, что институт там уже, так сказать, потерялся, как предметность. Вот. И сейчас вот это, сейчас вот непонятно, вот, о чем мы говорим, так сказать, а там еще, это самое, сказать, а там еще Павел Владимирович из угла, так сказать, изготовился, еще сюда, это еще сюда, так сказать, системные представления вбросить, так сказать, и если он их вбросит, тогда мы уже это помоем окончательно. Но это больше для Виталия Яковлевича, да, нужно сказать? 19-й слайд. То есть я ввожу такую гипотезу, что мышление или мысль в слое действования, мыследействование превращается в продукт, а в слое коммуникации превращается в институт. Сейчас, 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 Максим. А, ну мне надо же чего-то перейти. Нет, я же, я же просил это, я же просил назад, а ты в это, а ты бросился вперед на Варшаву. Вы же продылили. Я же, ты сам скажешь, я же тебя, это, я же тебя про предмет спрашиваю, а ты мне про этот самый, про инструмент начинаешь рассказывать. Ага. Вот, вот, вот про этот самый, про инструмент на время забыли. Ну, значит... Вот в эту, как бы сказать, вернись в эту. Ну, если, как бы, условно, твой доклад разделить на две части, вот, и первая часть была, так сказать, там, до появления схемы мыследеятельности, и вторая, так сказать, после. Вот, вот, как бы, вернись сейчас в эту. Вернись сейчас в первую часть, и зафиксируй проблемную ситуацию, которую ты решаешь. И зафиксируй предмет, на котором эта проблемная ситуация возникает. Ну, то есть, проанализировав, как слово «институт» используется в языке, я зафиксировал, что оно используется для... ну, в качестве синонима неких форм, норм и правил, которые фиксируются в мышлении, это первое. Второе. Я зафиксировал, что оно используется в качестве синонима неким инфраструктурам, которые пытаются равновесно удерживать некую сферу деятельности, когда мы говорим института здравоохранения, например, института образования. И, в-третьих, слово «институт» в языковой нашей рефлексии используется как синоним организаций, учреждений, юридических лиц и, более того, даже учреждений образования. И в таковом значении оно используется после Великой Французской революции, когда Наполеон упразднил пять академий и образовал на их базе институт Франции. И в связи с этим, а также в связи с тем, что в докладах, которые есть на чтениях, докладчики рассматривают институт, понятие «институт» как одну из проекций вот этих трех значений в основном, я зафиксировал, что понятие «институт» не берется из тех представлений, которые существуют как научные теории. Потому что из теории права институт видится как форма, норма и правила, из социальных теорий или из социологии или из общественных наук институт видится как инфраструктура, ну а допустим из экономических теорий институт видится как организация, юридическое лицо. То есть мы вернулись в схеме многих знаний. И моя гипотеза заключается в том, что только из теории мыследеятельности мы можем видеть процесс превращения институтов, процесс превращения мышления в институты на схеме мыследеятельности. Потому что мы можем погружать мышление во все три слоя и видеть как институт может полно описываться из теории мыследеятельности. То есть все-таки проблемная ситуация обращается типа той, что изображена на схеме многих знаний. Но во всяком случае в твоей постановке проблемная ситуация для научного мышления. Потому что в языке мы всегда имеем одну из трех проекций. А научное мышление оно поскольку предметно, то оно всегда в одной из этих проекций сваливается. И в этом смысле картины целостного объекта под названием институт не дает. А к мыследеятельностным представлениям ты обращаешься именно для восстановления целостной системной картины. и здесь уже Павел Владимирович радостно потирает руки думая о системе жизни радостной. Слава можно? И вот если говорить о параллелизме знаковой форме содержания то как бы прослежив исторически что был всегда произвол введение знаковой форм и разрыв с содержанием. И в этом плане вот эти фикции о которых ты говорил они с этим и связаны. Разобраться с этим без схемы мыследеятельности просто невозможно. так я понял вопрос. А вот непонятно потому что если проблемная ситуация такого типа мы говорим что научное мышление тут не годится давайте займем попытаемся занять методологическую позицию которая присуща более сложное мышление то вроде как заняв методологическую позицию мы должны первым делом сказать ага с ситуациями с ситуациями такого класса работают какие инструменты во первых метод конфигуирования и во вторых системное представление а почему мы сразу к мыследеятельностным представлением обращаемся они они к тому что вроде как ну наиболее очевидно предмете что является предметом теория института нет вопрос 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 о предмете в этом смысле слово он потом появляется когда мы осуществили докладчику задать этот вопрос но предмет он все таки возникает после того как выделен объект нет не смотря в каком подходе это происходит от них да вопрос опирается в другое предметизация предполагает что есть некая деятельность ну если мы все еще деятельность на подходе то что там мышление может выделять или не может выделять вы можете громче а то я могу конечно нас не услышат хорошо хотя бы сюда положу на середину спасибо да привет Виталий вопрос принципиально стоящий в том что я когда стал задавать вопрос вроде бы ответы появляются да либо мы выделяем нормирован или плохо нормирован или находящийся в критических переходах возвращаясь к строительству римского государства его трансформации на рубеже тысячелетия или нулевого года да и мы понимаем что действительно вот эти вот практики управления наведения порядка обустройства быта диких полудиких народов включая самих римлян которые тоже были не менее дикими народами ну по сравнению с греками допустим да или с финикийцами какими вот это вот сложная муравейная жизнь она и потребовала вот такой изращеленной нормировки и именно эта практика сложнейшая которая сложилась в римской империи задала образец я просто как понимаю образец который даже Наполеон который во время ареста изучил все эти самые римское право и поэтому мог с юристами наравне разговаривать на этих самых семинарах про которые вы говорите он был классиком в этом отношении потому что он взял за два дня ареста и выучил у них была блестящая память вот эти вот все каноны да это действительно практика трансляции которая только за счет того что в чистом мышлении какие-то умные люди это работаю или на протяжении столетия донесло до нас вот этот вот образец теперь если я понимаю Вячеслава Геннадьевича правильную так сказать позицию что нас теперь на рубеже нулевых наших годов 20-21 года снова заставляет выстраивать вот этого теории института или институтов ну если я правильно понимаю призыв славы построить проблемную ситуацию безотносительно потому что у нас вот есть уже красивый подход красивые схемы мы ее наложили и получили ответ на вопрос пока ответ на вопрос как формально конфигурируют некие знания ну то есть грубо говоря есть ли некая аналогия между если ваш историко-критический историко-лингвистический аналогия спрать есть ли некая аналогия вот этого рубежа когда Гай читает лекции вот мы теперь тут проводим и рассуждаем снова об этом самом термине институт или нет или мы можем удовольствоваться взять правильно употреблять сможем вместе этот термин когда мы говорим про учреждения иметь ввиду учреждения чтобы не когда мы говорим про нормы про нормы когда про инфраструктуры то есть про сферы деятельности ну да языковой языковой анализ проведен не зря мы разобрались в это разобрались в культурных значениях отнесли к разным гнездам сказали что это аммонимы и теперь не путаемся как слово мир в русском языке имеет два совершенно разных значения мир как не война и мир как община в дореволюционном языке писалось как бы по разному а потом превратилось в аммонимы но мы не путаемся мы знаем что это разные значения совершенно свежий поскольку им еще нет 30 лет он еще свежий у нас появился генсек появился сравнительно молодой генсек который продумал строительство мы его поддерживаем нет который сравнительно быстро умер сравнительно молодой который сравнительно быстро умер и он решил отметить юбилей нашего классика но поскольку не точно донесли он стал отмечать юбилей его смерти столетия 1983 и он сказал что мы не знаем страну в которой мы живем имеется ввиду наша покойная родина СССР после этого журнала где это все публиковалось он сейчас называется свободная мысль через несколько месяцев обубликовал статью в которой появился термин под названием институализация вас как лингвистически исторического человека даже заинтересовать то есть было слово институционализация которое находилось если вы помните под запретом советское время в силу того что это был буржуазный термин так вот мы для того чтобы начинать разбираться с этой реальностью ввели свой термин я отправил специальные исследования почему не институционализация и почему не институциализация возвращаясь Гаев а что мне сказать что господа товарищи академики такое сложное слово произнести не способны поэтому чтобы они могли читать и произносить ввели специальный термин институализация вот мне теперь скажите в эволюции вашего языкового слоя мышления это все имеет какой-то физический смысл проследить как институции через институт Франции вернулись к концу советского так сказать времени введение такого артефакта названия институализация это все один и тот же процесс или разные процессы это вопрос по поводу предмета того о чем вы рассказываете но я пытаюсь вернуться к нашим баранам к концу ушедшего тысячелетия когда теории институциональности институтности стали инструментарием нормальным как этот инструментарием возвращался у нас причем я могу вам точно сказать что когда приезжали из болгары на семинаре у Света мы тогда собирались и когда они слышали что мы под микрофон произносим слово институт институционализации они говорят какие вы смелые у вас свобода слова у нас в Болгарии это слово нельзя произносить а вы здесь произносите под микрофоном под запись это был конец 70-х годов понимаете поэтому когда я в 83-м году издавал сборник по институционализации науки на всякий случай вы издали ДСП понимаете в 84-м году вышел но вышел как ДСП издание чтобы вам было просто понятие пафос это было словечко с Вячеславом разговаривали о том что значит для теории институтов очень важное значение имел француз такой Морис Арио и замминистра юстиции который его переводил в 30-е годы он был расстрелян потому что он рассматривал институты права и само право в том ключе что возможно они будут жить и в Советском Союзе а государство не отомрет при коммунизме и право тоже не отомрет ну по сути дела Морис Арио употребляется во всех диссертациях которые рассматривают институты но книжку издали только в 30-е годы и то не про институты а про право то есть почему этот термин был таблуером почему мы его должны как реинновацию вводить снова ну Павел Владимирович мне кажется в чем ситуация наиболее важным в теории институтов мне кажется вот как раз принцип разделения управляющих позиций когда мы говорим что деятельностью управляет несколько позиций в слое рефлексии каждый из которых несет в себе норму и Гай тоже выделял такие позиции я говорю что у Гая тоже была схема мыследеятельности как деятельность рефлексируется в управляющем под управляющими позициям он выделял над деятельностью как норму управляющую позицию императора который издает постановление он выделял над деятельностью как позицию которая отражает норму божественную мудрость права которая идет из глубины веков он отражал позицию арбитра ну такого судьи который мог бы независимо судить какие-то стороны в деятельности он выделил себя как человек который описывает эти позиции и по сути дела я могу чего-то не назвать конечно Максим вот ты сам скажешь ты уже достаточно вполне достаточно назвал для понимания что там еще есть есть еще потерпевшие которые ну как бы так сказать там уже много да так сказать много кто есть но я как этот самый я как повторяю свой вопрос значит ну вот который который я задавал так сказать про вот проблемную ситуацию так сказать и где методологи говорят что требуется там конфигуирование или так сказать системная сборка вот это я спрашивал так сказать а при чем тут это а при чем тут схема мысля деятельности теперь так сказать когда ты говоришь про нормы я это сам сказать я опять как дятел спрашиваю а при чем тут схема мысля деятельности на схеме мысле деятельности нет никаких норм и на уртехнической схеме даскать нет никаких норм нормы методологии даскать совсем на других схемах выражаются то там на этой самой схеме производстве деятельности и отрасляции культуры таскать там потом еще это сам сказать вот павел владимирович любит вспоминать что еще этот нормативный деятельностный подход был семидесятые годы как бы и так далее ну тогда в общем мне придется рассказать про схему с которой я работаю то есть она выглядит вот таким образом я реконструирую наследие кружка таким образом что есть первый слайд есть схема мысле деятельности поскольку эта схема касается деятельности в нижнем слое сюда помещается слой деятельности ну то есть от деятельности слой коммуникации у нас находится рефлексия по поводу если данная деятельность является эффективной и задает норму то эта деятельность начинает транслироваться и воспроизводиться таким образом вот этот круг я представляю себе как сферу деятельности о которой мы говорим когда мы говорим сфера тогда вопрос о воспроизводстве зашит где-то там между в этой схеме между чем-то находится еще и процесс воспроизводство вот здесь вот то есть вот вот этот квадратик который а в деятельности он потом воспроизводится как норму в конкретных ситуациях проявляется а удерживать в качестве нормы в историческом времени людей нам помогает постоянная рефлексии этой деятельности которая осуществляется в слой коммуникации ну насчет сам сказать насчет того что рефлексия помогает удерживать норму так сказать это большой большой вопрос потому что по отношению к деятельности рефлексия выделяет вот много всего много всего много всего разного там эти самые скоти и как бы какие-то вот постоянные моменты которые можно рассматривать как норму вот и и так сказать какие-то переменные моменты там влияющие факторы вот еще много чего я говорю что это полипозиционная рефлексия так сказать чтобы это сам сказать чтобы рефлексия обеспечивала удержание и трансляцию норм но это полипозиционная рефлексия которые могли бы воспроизводиться так сказать еще это рефлексии еще как-то специально организованы на Роснабыке каким-то специальным образом ну мы видим в историческом времени что то что не нормально оно либо умирает либо мы это не вспоминаем поэтому это для нас норма не является кстати это самое сказать вот кстати например например для ученых для ученых для того чтобы воспроизводился институт под названием нормальная наука вот там это самое сказать там ученым ученым рефлексия запрещена и обучение ученых построено таким образом так сказать чтобы как бы некоторые вопросы просто seamstress как бы не возникали а когда сказать или нет недоумке вот и типа меня там значит начинают это с ума сказать начинают академикам задавать как бы всякие нехорошие вопрос академики ну начальятся будет так это по-дружески вот любят говорят не это как бы это самое сказать и эти вопросы как бы не из физики это вам на кафедру философии или куда-нибудь еще подальше не отменяет того, что я сказал опять непонятно зачем такая конструкция ну она такая просто с течением исторического времени я понимаю, что все-таки вот этот хвостик, который появился правый внизу он и является самым главным движителем того предмета про который вы собирались говорить но он является следствием скорее объяснительным принципом ну вы знаете, я вообще конечно хотел говорить про институт как про хотел говорить про институт как про коммуникацию полипозиционную удерживающую норму ну хорошо это значит, что эти нормы воспроизводятся в этом смысле предметом вашего рассказа многовекового и является то, каким образом это воспроизводство осуществляется с этой точки зрения любой института есть механизм воспроизводства нормальной как вы сказали жизнедеятельности деятельности мысли деятельности людей ну вот все мы договорились это научное открытие которое сделал Димас Живаса товарища в 83-м году опубликован институциональный изоморфизм ну вот и все мы до этого дошли 1900, не 1800 не 1900 1903 институциональный изоморфизм три механизма воспроизводства подражания нормативно-правовая машина про которую все время говорит и сила грубая сила на которую все время намекают управляющие воздействия вот что заставляет людей слепо или тупо из века в век следовать с неким нормам про все что вы рассказывали три источника три составных части я не знаю какую теорию а мышление а мышление это все портит в каком смысле мышление мышление нужно для того чтобы сомн в этом ряду а но в этом ряду кодифицировать кодифицировать нормативную базу нормативно правовую мышление кодифицировать кодифицировать да но я имею ввиду что если мышление появляется в том ряду мышление которое назвал павел владимирович то оно все это после чистое мышление потому что для того чтобы людей заставлять работать по правилу тоже нужно мышление не обязательно только палки все время заставить нет я имею ввиду что если человек вместо подражания следования закону или подчинения грубой силе так сказать начнет так сказать начнет думать тут вместо воспроизводства получится сплошное безобразие ну я бы вот только грубой силы бы не согласился почему ну потому что узаконенное насилие это любое ну оно дает политического института но оно берет приоритет узаконенное насилие только на короткий очень промежуток потому что узаконенное насилие нужно там где не работает справедливая норма если норма справедлива то насилие не нужно поэтому иногда справедливую норму можно взять из будущего не то чтобы предполагая что в будущем должна быть такая норма а понимая что такая норма в будущем есть и то что происходит связанное с насилием оно не нормально поэтому на короткий промежуток сила имеет значение на длинный период она значения не имеет потому что справедливая норма она так или иначе победит вы хотите сослаться опять на вашу любимую классику на штыках сидеть все время не было ну да где-то так согласились но это же вопрос не в том сколько времени какой из этих изоморфических механизмов где я работаю это мы с вами будем обсуждать я сейчас по поводу теории института как она к концу 20 века начала склониться что действительно основной процесс я же про системность не говорю это действительно воспроизводство определенного уклада образа жизни который может быть у вас сертифицирован доведен до нормативно оформленных документов а может передаваться как вы совершенно правильно как обычное право ну так все делают так поступают все мужчины так поступают все женщины фильмы как раз в это же время появляются которые точно так же передают правила жизни не обязательно читать там можно фильмы смотреть поступают как тебе положено ну кстати эти самые ну кстати и римские юристы ведь достаточно длительное время все это передавали без кватификации а либо так сказать разрешая конкретные ситуации задавая образцы либо там вот наставляя учеников а кодификации не было это самое сказать а мышление так сказать мышление так сказать в смысле чистого мышления так сказать оно вообще только в это в двенадцатом веке в баллоне не появилось давай рассказывай это юридическое юридическое нет нет я имею ввиду в этом юриспруденция 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 я перехожу из того что объективные институты параллельно перпендикулярны версии почему это все в византии появилось потому что параллельно престоловическая мысль обрабатывая предыдущие все это освоило и присвоило в виде чистого мышления иначе какой-то юстиньян еще бы не велел бы своим дозаписцам записать нормированным видом понимаете потому что юстиньян он фактически опять решал ту же самую задачу по восстановлению империи приведения в порядок который самого мира распашивался но он опять таки решал ее интуитивно так же как интуитивно почему интуитивно правила хамура и т.д. и т.п. у нас это все было давно таки здесь расшасывались там пошло и в заветах и прочее но могло не увлечить в этом смысле в этом смысле еще раз в этом смысле институциализация вот этого самого верхнего слоя о котором вы говорите она имела место и без всякого Гая раньше по крайней мере источники нам про это говорят другое дело что вопрос упирается почему именно вот это словечко институции связано с этим образцом Гая почему потребовалось это записывать не потому что император там сказал или царь или правитель или божественное вдохновение а какой-то там понимаешь хорошо мыслящий человек но тем не менее просто упорядочивший вот этого знания он создал практические образец ну не юридические действия мы считаем что это есть образец институциализации формально с точки зрения языковой но не с точки зрения реальных вещей про которые Ислав Геннадьевич все время спрашивал ну если я правильно понимаю потому что воспроизводство нормальной жизни оно происходило до этого или не происходило но они полагали что это божественная мудрость права то есть им было достаточно полагать этого одного и по сути дела фигуру монарха который тоже вот я у себя здесь отмечаю что монарх то есть он единственный начальник всех устраивал на тот момент ну начальник в том смысле что архе это начало такое то есть единственный кто начинал и вот он передается из рода в род то есть наследуется тот кто начинал там поколениями я слышу вашу догадку гениально состоящую в том что проблема института и вообще термина институция появляется только тогда когда у нас происходит некий цивилизационный скачок или бросок или всплеск мы переходим от родового уклада от государства устроенного по типу родового уклада то есть нормальной монархии где родовой уклад все равно одевает и обувает всю эту страну переходим к новому типу государственности да где уже вот этого священного пока еще нет начинающего да отцов и нужно вместо этого произвести некое замещение вот это замещение и есть институция описанная облегает ну чтобы ну так сказать просто хотя бы по просьбе послан геннадьевич воспроизвели проблемную ситуацию зачем они были нужны потому что когда у вас есть семейный уклад и у вас есть отец нации или народа там племени или оравы людей которые несущие справедливую норму да несущие освещенные не освещенные ну я не знаю германское право оно же тоже какое-то ну так работают либо либо обычаи традиции либо ручное управление собственно ситуация разрыва когда у вас вот эта ненормальность государственности возникает сломали переход у вас возникает вот эта вот проблема выделение в чистое мышление институции которые существуют независимые то есть самая единственная выделенная правилегированная позиция полипозиционность разделение властей и т.д. хотя в римском праве это было заложено и раньше но там на поле то же самое дело так получается ну как то что в некотором в некотором в некотором роде но я бы только еще это сам сказать я бы еще только к тому что сказал Павел Владимирович я бы еще одну одну ремарочку добавил ведь за это сам сказать за категории воспроизводства ведь за ней есть один такой как бы очень мощный культурный я бы даже сказал культурный символический подтекст так сказать нам вообще категория воспроизводства ну вот если мы так сказать классическую схему берем там вот где она к деятельности применяется воспроизводство деятельности на какой вопрос то отвечают на вопрос о существовании как существует деятельность говорят что вот в отличие от вещей которые пребывают в своих формах вещам не надо вот что то еще делать для того чтобы существовать вот они если есть то они есть на то они вещи деятельность для того чтобы существовать она должна воспроизводиться но как бы за этим вопросом о существовании стоит вопрос о falou а вот вот по примитим человеку вот мы его воспроизводстве это вот вопрос вопрос вечной жизни но вот там и вот каждый каждый из этих персонажей там юстиниан так сказать наполеон вот они это сам сказать они по своему то сказать решали вопросу вечной жизни же применительно применительно к себе таскать применительно к своему государству вот я про это сам сказать я про вестиняна таскать знаю хуже таскать хотя как бы но общий фонд если ты с ней был не знаком да струна был не что ну хотя я там и потом окористой тебя в каком-то там колене таскать 135 с вестиняном как-то вот не познакомился вот но но как бы общего общий фон там понятно что как бы полный полный бардак там значит лет за 50 до этого там павла даскать западная римская империя так сказать ну и в общем там непонятно что как бы творилось вот 50 50 это и код кодекс вестиняна это 525 524 год она полна официально 307 шестом 407 шестом 50 лет 50 лет 50 лет прошло всего это еще как бы вообще но можно сказать там память там одного двух поколений вот 50 лет это вот для нас то что то сказать это вот полет гагарина 50 лет это вполне как бы живо еще так сказать как бы дано в ощущении как ленинская материя вот а если мы это самое если мы наполеона как бы возьмем это он себя это сам скале он себя там провозгласил там в начале не императором как он так назывался и перпе перм консул и вот у него это сам как у него проблема у него проблема государственного строительства нас ведь вот на надо надо это как-то нормировать но на основе какой это самый скать на основе какой традиции традиция этих как бы позорных бурбонов которые ни хрена не понимали ну во всяком случае в общении с народными массами вот и там как это мы и антуанетта там кушала пирожное в своем берзале то есть на традицию бурбонов он опереться опереться не мог как бы на на что он мог опереться так сказать там как бы этот самый американский образец североамериканский еще как бы он слишком такой как бы свежий был якобинцы вообще непонятно что натворили то есть вот ему нужно было это ему нужно опереться на что-то причем такое как бы достойное такое солидное и устойчивое и вот он римский образец вытаскивает но он вытаскивает его для чего в качестве одной из позиций удерживающей его францию то есть по сути дела он еще вводит ряд позиций ну помимо того что там сохраняется позиции национального конвента он себя вводит в качестве управляющей позиции он берет в качестве позиции качестве удерживающей нормы римского права он сохраняет отношения с ватиканом и у него появляется достаточно полный набор позиции при этом он еще управление разделяет как я говорил проводя административную реформу то есть он вводит должности мэров он вводит должности префектов он вводит национальный банк он вводит систему налогов того что при монархии не было при единственном начале налоги какие-то были ну другую делают систему налогов ну свою вводит систему налогов лучше тогда так через банк ну в общем у меня здесь как бы вот цитирую нейтрализует систему налогов систему сбора налогов то есть ту которая была вводит свою то есть а что мы подразумеваем под административную реформу мы подразумеваем рефлексивный слой над деятельностью то есть над такой деятельностью которую мы называем государством но я даже может быть не переходил бы на такие большие формы то есть у меня вот есть здесь такая картинка роли института государства которую я еще в прошлом году полагаю что равновесно систему удерживают шесть позиций это позиция архитектора то есть того кто начинал у которого появлялась идея деятельности или идея государства тогда это монарх идея гаранта конституции то есть гаранта вот этих отношений между членами обзывается таким страшным словом фасилитатор почему с таким страшным словом обозван фасилитатор ну потому что он такой он должен всех помирить чтоб никто между собой не поругался фасилитатор тот который облегчает согласовывает ну модератор фасилитатор просто в культуре уже позиция фасилитатор который отличает коммуникацию да но не отпускает береги и милитры ну и нет конечно не отпускает но я вот смотрю что там значит председатель правительства до этого государства в такой роли административного директора осуществляет такое общее руководство потом есть такая позиция которая берет нормы из будущего и думает о будущем и ну по сути дела отвечает за бест-практис в обычных организациях но этим занимаются политические партии и тинк-тинк есть значит такая позиция как я ее называю книга жалоб или там кастом и фокус то есть это общественная палата следственный комитет вот здесь не относится то есть это позиция которая отстаивает грубо говоря интересы потребителей есть позиции инвесторов налогоплательщиков те которые обеспечивают финансирование всей этой системе в общем могу заострить внимание на этой картинке могу не заострять потому что таким слайд 23 исходным источником для ее нарисовать рисование была картинка из microsoft solution framework для рабочих групп когда методология microsoft предусматривает не иерархическую систему в своей деятельности а как раз рефлексивную коммуникацию с разных позиций по поводу какого-то проекта то есть именно вот здесь вот на кроссовт solution framework тем моду вводятся роли или позиции значит архитектора программного менеджера релиз менеджера девелопера юзер экспириенс продать менеджер то есть по сути дела microsoft как крупнейшая компания который удается сохранять лидерство на продвижении многих лет является для меня примером реализации организационно-технической схемы и по сути дела институционализации своей деятельности в том смысле что им удается равномерно равновесно сохранять лидерство на протяжении многих лет причем белгейц нельзя нельзя пока подпускать государственного строительства который знаешь эту самую доктрину дурного дерева нет что как бы от дурного дерева и воды дурные так сказать мы просто в данном случае это сам сказать в данном случае дикого одно дурное дерево это было даскать схема мыследеятельности где есть рефлексивная коммуникация но нет нормировки ну а даскать второе второе дурное дерево это значит microsoft solution framework где тоже нет нормировки она может быть и есть как бы но другая там сильная да но на схеме на схеме на схеме не нарисованы то есть как бы так сказать проблем отец мск проблем это в чем вот как бы так сказать из применения из применения вот этих схем совершенно совершенно непонятно как бы почему то что организовано в соответствии с такими схемами ну допустим это сам сказать допустим вот допустили господина особского даже не до власти, а вот там хорошо было нарисовано до роли этого архитектора, основателя государства. И вот это самое. И вот господин Осовский все устроил по схеме рефлексивной коммуникации. Допустим, что даже получилось. Но совершенно непонятно, почему то, что получилось, будет воспроизводиться как институт, а отношения между фигурами будут институциональными. Рефлексивно-коммуникативными они будут. А вот институциональными-то они почему будут? Где нормировка? Остальные компоненты института. Вот их было три компонентные института. Каждая из позиций и есть норма. И в рефлексивной коммуникации удерживается та норма, которая будет воспроизводиться и транслироваться. Где основа для рефлексивного равновесия? Основа для рефлексивного равновесия полипозиционного. Почему они, извиняюсь, прошу прощения, у девочек не разоснутся? Потому что есть позиции еще гаранта этой коммуникации. А что это за гарантия? Ну-ка, ну-ка, вот это подумай мне, пожалуйста. Вообще в государстве это гарант конституции. А конституция-то где? На схеме нет конституции. Лично владелец корпорации? В Майкрософте. Там у них в одной из позиций... Вот, сейчас посмотрим, в какой. Все на схеме есть, вот конституцию забыли. В одной из позиций им вменено сохранять коммуникацию между всеми участниками рабочей группы. То есть, это можно там фреймворк, он расписан, кто чем занимается. Еще раз. Поскольку я предметно понимаю, о чем идет речь, значит, это технология в сетевой корпорации, технология тем-менеджмента. Она построена корпорацией по принципу формирования проектных команд сетевых. Которые могут и должны включиться все люди, независимо от того, в каком офисе они сидят и где на каком подряде они работают. Этот вот кодекс, вот этот вот кодекс, на котором ссылается регламент, он определяет, что каждый человек, который хочет работать в Майкрософте, должен эту кодировку освоить и понимать, в какой позиции он каждый раз находится, вступая в рабочее взаимодействие с кем-нибудь. Ну, вот точно так же, как идя на восточный базар, где-то я должен понимать, кто я, где, зачем и чего. Иначе я получу либо нож, либо не тот продукт сейчас принесу, как вы говорите. Можно минуту на минуту? Это жесткое задание. Нет, ну, нормально, это самое, так сказать, там, политические партии, так сказать, со своим тим-менеджментом, эти самые, там, Путин с Медведевым, так сказать, со своим. Как все работать-то должно. И почему это все не развалится? А дальше я могу только проследить на исторических примерах. В каких государствах какие позиции были, а в каких их нет. Я просто хочу физический смысл того, что вы сейчас проделали. Правильно ли я понимаю, что смысл вообще нашего занимания этой темы института связан с тем, что сложившаяся на протяжении этого количества тысячи лет схема институциализации человеческой жизнедеятельности и т.д. в доступном цивилизованном мире радикально вовоза меняется с появлением компании Майкрософт, условно говоря, нового типа института. Если раньше они были вот такие у вас там значок «не проезжая мимо», то есть вертикальные, где всегда есть, поскольку это бюрократия, была единственной нормальной формой управления для всего, там всегда есть верхняя позиция. Как освещена святость этой самой позиции, я не обсуждаю. Она везде воспроизводится и все системы управления строились до сих пор такими макарами. А Майкрософт якобы, ну или на самом деле, предлагает другую схему организации, где тим-менеджмент и система организации, фактически у вас самоуправляющая, саморегулирующаяся команда с жесткой регламентацией функциональных ролей, правила распределения. Ну, кстати говоря, в гимнском праве тоже все зафиксирую, мы куда не уходим. Меняется только сам принцип организационный. Вместо авторитарного принципа у вас появляются функциональные принципы. И в этом и есть институциональный переход, про который вы хотите нам сказать. Теперь у нас меняется источник того, каким образом институты строятся. Раньше они строились сверху вниз, кто на них забрался, он задавал правила игры. А теперь, ну что теперь? Вот от того, что они теперь по функционалу разошлись, что теперь поменяется? Это вопрос о поле позиционности и наследительности схемы. Чего поменялось в процессах институциализации? В чем проблема нынешнего входящего в турбинет, а не наступающего? Может, приходный период? Павел Владимирович, мне бы хотелось бы с вами согласиться. С моим красотом. Да, ну и с Майкрософтом. Если бы я все-таки не наблюдал, что поле позиционность была и раньше. Нет, смотрите, еще раз. Я же подчеркиваю. Изменился принцип. Раньше доминанты, национальный тоже был, но был доминант, авторитарный, собирающий всех в единую точку. У вас была одна единственная точка, которая в конце концов отвечала на вопрос, что есть норма, что нет нормы, даже если это давно вымерший классик. Вы читаете классику, прочли и говорите, о, понял, надо делать так. Классик велел так. Там заповедь такая, неважно что. У вас есть единственный источник, который каждый раз для тех людей, которые институционально пытаются жить, то есть следует неким нормам установления. Я на вас собираюсь. Они к этому источнику прибадают. Паш, ты не прав. Было это, сам сказать. Исторически было два образца. Один образец, это тот, который ты говоришь, а второй образец, это тот, который в теории разделения властей Мактаскиров. Еще раз. Еще раз. Услышание, про что я говорю. Мы с тобой обсуждаем разные предметы. Разделение властей, как инструмент повышения эффективности, используем функциональной формы, или используем Майкрософтом сейчас проектной формы. Потому что это проектная форма, которая как матричная соединяет в себе функциональную, точно так же же с разделением. Но принцип институционализации... Нет, сейчас, ты сам скажешь, сейчас про Майкрософт я пока не понимаю, так сказать, а про Матескио я понимаю, так сказать, хорошо, потому что этим, так сказать, занимался. Они там действительно, как бы, вот... А что являлось единственным источником того, чтобы разделить власти? Вот эти разделенные власти, они вот в соответствии с тем, что говорил Максим, вот каждая из трех позиций сама, так сказать, является источником норм. И, значит, они все три, так сказать, нормируют друг друга, так сказать, по определенным правилам, так сказать, и находятся в некотором, так сказать, рефлексивном равновесии, так сказать. Но правда, это самое, так сказать. Но правда, как бы, дальше-то это самое, так сказать. Дальше-то я говорю, что вот для того, чтобы это рефлексивное равновесие было устойчивым, так сказать, недостаточно одной только рефлексивной коммуникации, так сказать. Еще, так сказать, еще, как бы, там, над ними всеми, там, откуда она возьмется, это там другой, так сказать, вопрос. Либо они между собой договорились, либо народ их там обязал, либо мудрый правитель это установил. Но над ними всеми, так сказать, есть конституция, которая вот эту самую, как бы саму вот эту уже рефлексивную коммуникацию, так сказать, процессуально нормирует. Правильно. Вот. А вот это самое, так сказать, а вот по отношению и к схеме мыследеятельности, как бы, и к схемам Майкрософта, так сказать, оно на самом деле, может быть, там и есть, но просто на схемах не нарисована вот эта вот нормирующая инстанция. Какие схемы? На схеме мыследеятельности, вот на этой схеме, так сказать, где молнии института государства, и, так сказать, на следующей схеме, где Майкрософт с Ревшенсом... Государство остается, государство никуда не исчезнет. Там же слово государство остается. Государство есть та самая священная корова, источник правильности и действий. Ну, 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 хорошо, допустим, так сказать, по отношению, по отношению к этой картинке я претензию снимаю, так сказать, мы, мы как бы соглашаемся с тем, что там мы нормирование подразумеваем за словом государства. Но по отношению к схеме мыследеятельности и по отношению к схеме Майкрософт вопросы остаются. По словам Макросу, это то же самое здесь. Владелец корпорации установил правила игры. Там нет владельца. Там у Белыгейца 8%. Какая разница, 8%? У него или нет? С 1991 года реализуют проект построения своей компании как единой команды. И все. Он задал это как норму корпоративной культуры. 8% у него было или 2%. Это не важно. Главное, что он добился того, что они все так теперь живут. Ну да. Смотрите, Павел Владимирович, я наблюдаю такой финанс. Что вместо того, чтобы остаться единственным акционером, совместить посты исполнительного директора и председателя совета директоров и еще и такого владельца... Ну, их уже раздают единственную способу. Раздают поделиться. Ну что, да. Он уступил. Он сыграл в этом правиле. А значит, кто не спонсор. Они сделали разделение властей в компании. Нет, подождите. И более того. То есть, компания при этом продолжает тупо следовать той заданной норме своей жизни. А именно, они все равно пытаются строить... У меня сейчас уже третье поколение детей туда пытаются устроить, российские филиалы. И они все равно с этим стереотипом сталкиваются. С командой, тим-менеджментом изданий 90-х годов. Чуть-чуть усовершенствованы. Ну, я, конечно, считаю, что... Ну, я так уж взял эту модель Microsoft, то есть, для того, чтобы осмыслить вообще всю эту ситуацию с институтами. То есть, я не хочу сказать, что Microsoft реализовала теорию институтов и более того реализовала ее наиболее... Нет, я смотрю на вашу картинку и хочу ответить на вопрос. Произошла ли радикальная смена, парадигмальная смена, стоящая в том, что раньше у вас все равно была вот эта иерархия в любой институциональной среде, она должна быть иерархическая. У вас будет один источник, два или три, но он есть высший источник. У вас вы ее зачеркнули, сказали, ребята, теперь мы живем так, что у нас высшего источника нет. У него 8% высшего источника, а у нас, у кого-то, может быть, даже больше. И в этом смысле автократические варианты невозможны. То есть, никто не может захватить власть, как, говорите, силой заставить их жить так, как я не хочу. Может, но на короткое время. Да, наружку правилы. Причем тогда вот эта новая институциональная среда, просто я вам подсказываю, появилась так называемая саморегулирующая организация. Которая отвечает за ту практику, которую они сообща организуют. Но я просто привожу примеры, что Microsoft – это один из случаев, может быть, не очень удачный. Но происходит вот этот сдвиг механизмов институциализации. Он существенно или несущественно для вашего рассуждения про полипозиционную? Легко бы ответить, знаете, как на ваш вопрос, что изменились средства коммуникации и деятельность возникла на основе рефлексии этих средств коммуникации. Но новые деятельности возникли как рефлексии этих средств коммуникации. И уже управляющий слой, то есть все управленческие рефлексивные позиции возникают по-другому. Потребовали, ну вот, так как… Есть ли версии, как они теперь выбирают? Как равные в полипозиционных конфликтах. Ну, что… Ну, то есть тогда борьба насмерть. То есть мы равны. Ну, как борьбы Крючковы там или еще остальные выходят, и бьются до тех пор, пока кто-то не уходит. Если вспомнить историю, так сказать, чем оправдывалась вот это как бы иерархическое государство, там или вот власть, иерархия и так далее. Ну, было, так сказать, было там несколько, так сказать, вариантов оправдания, там включая, так сказать, божественные. Но, как бы, так сказать, вариант оправдания, так сказать, который вот именно по отношению к подобного типа ситуациям вводился. Вот там, когда это самое, так сказать, когда Гоббс зафиксировал ситуацию, так сказать, рефлексивной коммуникации, которую он назвал «война всех против всех», вот, то вот, значит, следующим тезисом было то, что, ну, вот, как бы, не лучшим решением, но меньшим из золота, так сказать, является вот введение левиафана, который будет вот все, как бы, иерархически нормировать. Слава, у меня есть организационный вопрос к архитектору сегодняшнего действия. Где, какие планы? Вот, сейчас, да. Просто по кругу мы успеем пройти, потому что, ну, по крайней мере, половина... Ну, вот сейчас, да, сейчас, сейчас я как раз это, я как раз и хотел об этом сказать. Вот, то есть, это самое, так сказать, то есть, то есть, как бы, вот, вот эта ситуация рефлексивной коммуникации, так сказать, она содержит это, содержит проблему войны всех против всех, что, как бы, угрозу того, что все пойдет в разнос, как бы, и вот это вот, значит... Это будет уже не рефлексивая, это будет уже мыслительная, я не очень понимаю. Власть с системой, так сказать, иерархического нормирования, вот, она была, так сказать, одним из ответов на эту проблему там. Значит, ну, как бы, вот, другим, это самое, так сказать, другим ответом, чуть более, чуть более сложным, так сказать, является система разделения властей по Монтескио, так сказать, но там, там тоже, как бы, есть иерархическое нормирование, просто уже, это просто уже процессуальное, так сказать, потому что над всеми игроками, там еще Конституция стоит, как высшая норма, так сказать, определяющая уже не движение, так сказать, сверху вниз, а правила их взаимо... Ну, смотрите, в Конституции США ведь заложено, что народ может ее менять, и я хочу сказать, что вот эта позиция управляющего народа, как потребителя услуг государства, она появляется после Великой Французской революции. То есть до этого управляющей позиции такой не было? Я сейчас, ты сам, скажем, Максим, я сейчас это, я сейчас не обсуждаю реальность, я, как бы, вот, еще раз просто хотел обратить внимание на используемые методологические оппонаты. А я хочу согласиться с Павлом Владимировичем, что управляющие позиции появляются в результате сломов общественных войсков. Подожди, я про другое, так сказать, я хочу еще раз указать, что используемые методологические оппонаты, вот, ну, пока такое используемое, так сказать, не содержат какого-то иного ответа на эту проблему. А какую проблему можно еще раз вот жестко сформулировать, чтобы я над ней думал? В данном случае, в данном случае, так сказать, проблему нормирования коммуникации субъектов, так сказать, выходящих в управленческие позиции. А вы знаете там какая штука? То есть она волшебная. То есть если позиций нет, то на их место может встать кто угодно. Ну, то есть если позиции не удерживаются какими-то учреждениями вот здесь, то на их место может занять кто угодно. Если между ними нет коммуникации, то тогда война всех против всех. А если коммуникация существует, на этот же слой коммуникации, тогда институт является местом, где равновесно воспроизводится норма в течение исторического периода. Есть, кстати, еще один ответ на вопрос, что их может нормировать, ну, помимо конституции, так сказать, таких вот формализованных норм, значит. Ну, вот, и есть такой замечательный автор, Джон Роулс, автор теории справедливости, там, и еще как бы целого ряда трудов по политической философии. Вот он, кстати, это он, кстати, ввел впервые, так сказать, понятие рефлексивного равновесия. И как раз, так сказать, вот такие вот ситуации, так сказать, рассматривал. Вот, значит, он это, так сказать, он считал, что вот нормирующим началом является, так называемая, политическая культура демократического общества. Ну, как бы, если она имеется, а если ее, так сказать, нет, то, ну, тогда, так сказать, все это, так сказать, все летит в тартарары, так сказать, как у арабов. Потому что эти же, как бы, управленцы, там, из НАТО, как бы, они Роулса не читали, так сказать, видимо, вот, и они подумали, что, ага, сейчас мы, это самое, так сказать, сейчас мы, как бы, снесем монархию, ну, или там, ну, по сути, как бы, монархию. Ну, что ты снесешь? Вот, да, так сказать, устроим там, так сказать, рефлексивную коммуникацию, так сказать, и все, само собой, так сказать, образуется. Но, поскольку, как бы, вот, этой самой, так сказать, по политической культуре демократического общества, как бы, нет, то, вот, как бы, все идет, как идет. Ну, этот самый, вон, Башараса, то он, как бы, чуть-чуть, так сказать, чуть-чуть поумнее, так сказать, ну, или ему, там, чуть больше времени, как бы, повезло ему, он, как бы, так сказать, на других посмотрел, как бы, что с теми происходит. Сумел немножко отрефлектировать. И, кстати, что он делает, чтобы сохранить государство? Новую конституцию вводит. То есть нормирование. И, глядишь, и пронесет. Если он сумеет легитимность этой новой конституции отстоять, то тогда поменяются правила. У игроков возникнут новые степени свободы, где они могут не сразу друг друга мочить, а там по другим правилам играть. Может, это рассосется. Без решения проблемы нормирования институционализации быть не может. Хотя при этом мы это сами. Мы многообразие вариантов нормирования. Вячеслав, мы это уже завершили. То есть там, где нет полипозиционной рефлексии относительно деятельности, там не возникает института. То есть то, что мы будем называть институтами, мы должны предполагать, что там есть полипозиционная рефлексия. Ну, потому что хотелось бы как раз этот фокус и сохранить. Институты как институция. Ну, даже есть в английском разница между институциализациейшн и инститюшн. Я в этом смысле хотел бы разобраться с предметом, понимаете? Павел Владимирович, поскольку мне участники семинара уже на время указывают, я каюсь, я увлекся содержанием и потерял свои управляющие. Из микрофункции. Уволили бы сразу. У меня, так сказать, организационный вопрос. Ты готов продолжить в один из следующих разов? Конечно, да. Готов, да? Там, по-моему, слайды еще есть, материалов еще много. Нет, ну, я почти все закончил. Может быть, что-то еще есть в самом тексте. Но направление исследований мне было показано. Хорошо, мне сейчас это, так сказать, локально было важно с организационной точки зрения, чтобы понимать, тебе нужно последнее слово давать или нет. Нет, все. Тогда, значит, мы можем последнего слова не давать, учитывая, что у тебя еще там целый доклад будет, а тогда, так сказать, послушаем это, послушаем комментарии, ну, просьба, так сказать, держаться в таком, ну, компактном регламенте. Ну, я могу, значит? Пожалуйста, Михаил Михайлович. Ну, вот, на вскидку, вот после всего, что я прослушал, возникает вопрос, кому и зачем вообще нужна эта инвестиционализация, зачем мы обсуждаем, просто как, ну, как бы, играем в методологию, там. Вот очерчен вот этот кружок, по-моему, он очерчен, вот эти два кружка, по-моему, они, ну, натурализуют как-то схему, и они, по-моему, туда непригодны. А дело в том, что, да, и вот когда мы вот рассматриваем позиционеры вот здесь, да, то есть где они позиционируют, и что они собирают или разбирают, и в этом плане, мне кажется, без введения популятивного объекта, мне кажется, вообще вот это все проваливается. А если мы вводим популятивный объект, тогда уже, рассматривая всякие свойства исторические, как это все было, тогда, может быть, нужно ли вообще от слова институт и мистерализация нам сейчас, для чего? Вот, собственно, вопрос. И, собственно говоря, да и тогда вот как осуществляется конфигурование, где? Если мы вводим популятивный объект для захоронения его целостности, там тогда появляется конфигурируйте каждый, как бы, с позиции, и, ну, либо он собирает, либо разбирает. А вот так, получается, мы просто, как бы, умствуем, да, ну, а вот зачем это? И нужно вообще, нужно ли институт и институциализация, вот сейчас, ну, в том, как бы, цивилизационном рынке, который мы хотим сделать. Вот у меня такой вопрос сейчас, вот, воплазьбе. Кстати, Виталий Добростов, он вот касался популятивных объектов. И вот, мне кажется, туда бы надо обратить внимание. Ну, все. Так, спасибо. Кто следующий? А можно? Да, Владимир, пожалуйста. Ну, к сожалению, в этимологической части этого деклара автор не дошел до актонима, слову право, криво, и его этимологии. А там очень интересно. Происходит это, как я читаю в тезисах, вот, отделять, выбирать, рассуждать, полагать, решать, делать вывод, приводить к заключению, судить, производить, судать ответственность, и так далее. И, вот, это противопоставление прав, как, ну, обычного права, или ведущих, про традиционных, органических, я понимаю, и учрежденного, кривого, и так далее, мне кажется, интересным, особенно, если сравнить с какими добавными эпизодами, ну, что, например, цеховая, цеховые уставы начинают разрабатываться как раз тогда, когда со всех сторон начинаются попытки этих цехов задушить, и не безосновательно, когда они в каком-то смысле переживут себя, когда университетские институты, скажем, в смысле стучи в этой правильной организации складываются как раз тогда и начинают как-то отстаивать себя в том виде в каком-то сложились тогда, когда со всех сторон начинается критика университета, опять-таки исчерпав их себя. И в этом смысле появление институции Гая в 160-м году, это золотой век антамином, это время, когда через буквально несколько десятков лет начнутся все эти безобразия солдатскими императорами, то есть по сути старая структура уже начинает разваливаться, замечает она это или нет. Органическое ее продолжение оказывается невозможно. Я не знаю, мне кажется, что вот этот контекст правильно называть институцией анализации попытку удержать то, что разрушается, или имело бы смысл говорить об институции анализации как о складывании. того, что можно назвать правдой, правом органическим порядком жизни. У меня такая вот такая вот есть. Все остальное я не знаю, как это все на схеме следить, на стенотягивать или еще что-нибудь. Здесь по-моему в каких-то базовых вещах есть какое-то недоговоре. Спасибо. Спасибо. Вопрос поставлен. Ну и так сказать еще раз еще сделано указание на некое очень интересное совпадение, что вот когда все или размывается или грозит развалиться, мы прибегаем к таким письменным формам нормирования. кто еще желает высказаться? Можно я скажу? Да, Люба. Ну вот у меня по крайней мере произошло расширение сознания, потому что я на основании того короткого времени, как я последний раз была и слышала доклады по институтам, оно у меня было более локальное и более общество. А здесь как бы действительно представлен такой масштабный материал. Это первое. Потом вот то, что представлено как институт она позволяет ну как бы здесь задействованы все методологические средства и они очень ясно и здесь хорошо представлены и при том еще и поставлен вопрос в их развитии потому что стоит вопрос о схемах конфигурирования то есть каким образом мы должны выходить из того что при каком материале здесь показано представлен я считаю что очень интересно спасибо спасибо кто кто еще Виталий а вы вы нам хотите сказать что нибудь если можно конечно можно я не хочу чтобы мои замечания выглядели как мое отрицательное отношение к схеме моследеятельности которое у меня имеет место единственное первое вообще мне кажется что в кружке последнее время схема моследеятельности используется часто как онтологическая схема против чего она называется орботехнической схемой не случайно это первое второе на мой взгляд схема не может использоваться это как онтологическая схема потому что она не имеет целости а ведь Георгий Петжович смотрите что он говорил он говорил что коммуникация объединяет планы мыслей действия и планы мышления а ее соединяет коммуникации а рефлексия объединяет при этом Георгий Петрович использовал понятие рефлексии не как реферровское схеме реферровского понятия которое существует разнито и оформлено не как основанное на рефлексивном выходе которое существует и развито и оформлено как понятие Георгий Петрович нарисовал человечечка со звездочкой и сказал у него рефлексия это интеллектуальная функция и он уже теперь он уже спит и подсознание своем рефлектирует я считаю что это непонятие какой-то намек на смысл и поэтому схема мыслей деятельности не имеет целостности на мой взгляд она не может даже нарушение заветов Георгий Петрович она не может использоваться как антологическую схему обратите внимание другую вещь то есть когда Вячеслав спросил а где же почему нормы не нарисованы это важный вопрос потому что единица воспроизводства предполагает нормы это единица воспроизводства уже утвержденная в кружке была введена Лефевром Щедверицким и Югином и поэтому даже акт деятельности не является единицей он является лишь элементом в этой единичной схеме воспроизводства теперь а в результате что происходит ведь схема ОТС она все-таки обладает некоторой целостностью не как единица воспроизводства а как элемент внутри единицы воспроизводства она обладает целостностью относительно миссии схема муследейности не обладает целостностью но относящаяся к ОТС насколько это ортопедическая схема является фрагментом от схемы ОТС я имею в виду в плане содержания теперь спрашивается каким образом если я рисую схему целого от схеме фрагмента я должен это делать аккуратно и потом вопрос а что нарисовывается что нет то есть когда я пытаюсь интерпретировать схему ОТС на схеме муследейственности я использую схему муследейственности как антологическую схему теперь и вопрос теперь состоит в том конечно когда мы если я возьму сейчас иду к схеме номер 19 я могу согласно тому что подписывал Георгий Петрович интерпретировать могу акт деятельности поместить на уровень мыследейственного ваньян тогда это будет еще дополнительным как бы объяснением вот этого фрагмента ОТС но я не понимаю не вижу возможности натянуть эту схему на схему массовой деятельности какой является сфера ведь институциализация по ПП это был синоним осширения я бы сказал или обособление в сферу оформление в тип деятельности а поэтому я просто не понимаю как одна и та же схема фрагментарная и полная может использоваться как антологическая не просто как антологическая схема а как архетипическая антологическая единица эдвигаться Азакта КТС к сфере и можно даже иногда ее накладывают на универсум на мой взгляд совершенно незаконно это чисто формальные вопросы поскольку так сказать что на самом деле я этим не владею вот в основном мои замечания касающиеся чисто употребления схемы мыслей деятельности я хочу только заметить что вообще разделение на три пояса это очень древнее разделение например в священном писании говорилось миллион где-то нашей эры что значит грешить нельзя и делом и словом и мыслом были разделения поясов но это рассматривалось в контексте это очень печатный фрагмент чего-то вообще суммиров мне кажется что это интересно лингвистическая часть совершенно я не слыхал ее но я читал совершенно замечательно и очень интересно а вот это применение схемы мыслей деятельности как схем как фактически как основание для конфигурирования различных точек времени об институтах я просто не вижу оснований и не понимаю как это спасибо спасибо большое виталий я это сам сказать я рад что наши наши с виталием недоумение так сказать они совпали и даже вот моя моя мысль так сказать о том вот что в схеме мыслей деятельности нет нормировки вот она оказалась развернута в то что там как бы нет и воспроизводства а следовательно нет и как бы целостных целостных единиц вот хотя хотя это вот как-то значит ну такое очень это очень интересный и проблематизирующий взгляд на схему мыслей деятельности поскольку ну как-то так вот у тех у тех методологов которые работали там в 80-е годы вот было принято было принято считать что вот поскольку это сам поскольку схема мыслей деятельности прошла прошла системную проработку системность она задает целостность михаил михалыч там видимо факс пытается пройти может быть там на факс нужно нажать на факс да 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 конечно дело в том что если следовать георгия петровича о понятии сферы я с ним абсолютно единодушен сфера является вот этой первым уровнем какие квази-юниверс на дать где норма находится а именно институт как норма на кредитах где-то это бежать надо как бы нормирует или санкатизирует в сфере но это только на уровне массовой деятельности а как мы можем вообще проинтерпретировать схему мыслей деятельности массово значит как массовую схема представляющая массовую деятельность вообще я все плохо совершенно это по-моему частная схема является фрагментом схемы орттехнической системы которая может быть очень хорошим организационным средством для деятельности в рамках организационно-технической системы например ортдеятельности химии игры которая еще не отсеялась тут у нас много свободы насчет должностей статуса и так далее но она задает какую-то организацию вот этой игровой но кстати но кстати между прочим вот виталий вы меня это сам сказать вы меня на очень интересную мысль навели вот такой трактовкой схемы мыслей деятельности если если схему если схему мыслей деятельности понимать вот ну как некое так сказать организационное организационно-деятельностное дополнение к схеме орхотехнической системы Вот, то, как бы, так сказать, для чего в первую очередь нужно такое дополнение? Вот, как бы, так сказать, одна из версий, которая вроде бы лежит на поверхности, заключается в том, что такое дополнение нужно для того, чтобы эффективно включить в оргтехническую систему коммуникацию и мышление, как инструмент работы. И тогда, если мы к проблеме, так сказать, институционализации мышления обратимся, то вроде бы, так сказать, то получается, что мы должны придумать вот какую-то похожую примочку к сферной организации, так сказать, Для того, чтобы, ну, поскольку, как бы, сферная организация, так сказать, она достаточно хорошо проработана на теоретико-деятельностном уровне, так сказать, ну, и, так сказать, вот, Виталий, так сказать, как раз еще, как бы, дополнительное усилие, вот, привожил, так сказать, к разворачиванию этого теоретико-деятельностного понимания. И вот, как бы, так сказать, еще, ну, но к этому еще, как бы, нужна примочка, вот, которая бы туда, это самое, так сказать, туда позволила правильно вырисовать мышление и коммуникацию, так сказать, но уже в сферную организацию, а не в техническую систему. Это очень интересный вопрос, но ведь обратите внимание, что методология или, скажем, вот, мысли-деятельность, она не институциализировалась еще. И, в частности, что отсутствует в организации, очень важная вещь для коллективной деятельности, а именно, протокол. У нас нет расписаний, у нас нету скриптов. И если вы посмотрите более позднее эфлексии игр у Георгия Петровича, он начинает обсуждать эти вопросы. У нас понятий таких нет. Я прихожу в ресторан, я знаю, что ожидать, значит, повар знает, что, каждый знает, что делать. Когда здесь идет организационно-техническая игра, это такая, такая организация, которая еще очень, ну, не институциализирована. А поэтому там нету таких твердо установленных протоколов. И поэтому приходится играть на всех этих уровнях, и коммуникация одна из важных, важнейших вещей в данном случае. Но, опять же, я единственное хочу сказать, что это все, вот эта отворотехническая схема, это замечательная среда для ОТС, которая еще не институциализирована. Да, понятно, понятно. Но, как это, в порядке Алла Верды, так сказать, хотел заметить, что вот, как бы, на семинаре, на семинаре вроде бы есть скрипт, и вроде бы есть расписание, так сказать, но все время как-то одно входит в противоречие с другим, так сказать. Когда мы хотим, так сказать, следовать скрипту, мы все время вываливаемся из расписания. Вот как сейчас примерно. Ну, поскольку скрипт, скрипт подразумевает, что мы должны и докладчика, так сказать, выслушать, и, так сказать, рефлексивные вопросы задать, там, и комментарии послушать, и проблемы попытаться поставить. Вот. А в расписание никогда не влезаем. Либо наоборот, это, либо наоборот, чтобы влезть в расписание, должны скрипт обрубать. Вот. Ну, тогда, что, так сказать, на этой грустной ноте? Павел Владимирович. А-а-а! Павел Владимирович. Я бы уже все сказал. Нет, 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 нет. Пожалуйста. У меня, вдобавок к тому, что вы, коллеги, высказали, что раздактор Мирового океана, очень важный момент, который я просто хотел бы сфокусировать. Как было сказано. Паш, можно грустно? Да, я бы хотел сфокусировать на двух предметах, то, что уже говорили. Значит, первый предмет. Институциализация как степень. Это степенная функция. Ну, про что все говорили? Что, может быть, формальная институциализация доходит до такого состояния, что институт умирает. Ну, как бы вырожденный или нормализованный случай стоит в том, что когда начинают говорить и записывать нормы, это значит, что эти нормы умирают. То есть я про что говорю? Про то, что есть вот эта жестокая взаимосвязь между степенью формализации, потому что там не случайно нормы, формы писали через закупку формализации, но в институте. И циклом жизни института, если мы возвращаемся к популятивному представлению, о котором Михаил Михайлович говорил. Но с этой точки зрения уже сейчас практически некие типологии и разные версии циклов жизни института, они как-то зафиксированы. Я имею в виду правовых, есть и другие институты, и политические. Собственно, с этой точки зрения, если всерьез применять популятивный подход, типа деятельностный подход, то, скорее всего, следующим шагом должно быть расширение ареала рассмотрения, задание хотя бы какой-то первой версии типологии, для того, чтобы этот вопрос исследовать. То есть каким образом зависит вот эта вот динамика.